Муафеев Олег Михайлович, правильно я произнес, Кипур Дарья Андреевна, Муафеев, Малов, Малов, Кемеркиев, поиск, обдружение, радиоизложения, дампульска, 17.36, 59.20, пожалуйста. Можно, на стрелочке. За 3 минуты я вас предупрежу. Хорошо. А стрелочка внизу. Влево, вправо, вверх, внизу. Кому я буду обнимать. Есть. Все правильно. Спасибо за приглашение на эту конференцию. Редкий случай, что у нас конференции проводятся. Приятно выступить в этой аудитории после большого перерыва. Я от имени маленького коллектива расскажу о поиске исследования радиоизложения от очень интересного объекта гамма-пульсара, яркого гамма-пульсара. Значит, так, поехали. Я не буду рассказывать про эту картинку. Это распределение пульсаров. Здесь разным цветом показаны разные типы пульсаров. В частности, хочу обратить внимание, что очень много уже синеньких пульсаров. Это гамма-пульсары. А если раньше, лет 15 назад, у нас в основном были радиопульсары, и, зная, где они расположены, люди искали в других диапазонах, в гамма, в рентгене, в оптике, излучении, то сейчас ситуация немножко изменилась. Более 300 уже пульсаров есть гамма, и далеко не все они найдены в радио. Есть очень интересная группа пульсаров гемингоподобных. Это интересный объект, который был обнаружен в 1975 году. Яркий гамма-источник, который долго-долго не был отождествлен ни с одним объектом нам известным. Это целая детективная история, как его нашли, как определили, что это нейтронная звезда. Дальше был обнаружен период вращения, стало ясно, что это пульсар очень интересный. И дальше было обнаружено рентгеновское излучение, тоже пульсирующее, и оптическое излучение. Этот объект является родоначальником такой группы всеволновых пульсаров. Их очень мало, меньше десятка. Вот пульсар, которым мы заинтересовались, это 1836 плюс 59. Это тоже яркий гамма-источник, похожий по многим параметрам с гемингой. Период, правда, очень далеко они находятся в пределах галактики. В гамма-излучении было обнаружено рентгеновское излучение, причем именно периодическое. В оптике, к сожалению, нет результата. В радио много групп пыталось найти радиоизлучение, не нашли. Ну и поскольку мы нашли в низких частотах от геминги радиоизлучение, которое в последствии подтверждено было двумя группами индийскими, к сожалению, на высоких частотах так, пока излучение не было обнаружено от геминги. А это вот гемингоподобных несколько еще объектов, которые имеют похожие параметры. Параметры у них не только такие, прощательные периоды и так далее, а именно рентгеновские и гамма-спектры похожие. Вот здесь вот пример как раз сверху красным геминга, снизу 1836. Видите, какая очень похожая ситуация в гамма-диапазоне и в рентгеновском. Поэтому мы начали пробное наблюдение в 2016 году на нашей антенне ВСА, которая имеет очень высокую геминговинную чувствительность. Правда, короткое время наблюдения. Этот пульсар мы могли наблюдать примерно 6 минут каждый день. После того, первые наблюдения были отрицательные, мы ничего не нашли. Но наши товарищи коллеги Игорь Федорович и Маша, проанализировав гамма и рентгенское излучение, предположили, что есть пульсары, которые можно обнаружить в радио гамма. И в их число вошел этот объект, 1836 и геминга, которые должны давать самые высокие, большие потоки. Мы гемингу обнаружили, решили, что этот курсар мы тоже будем наблюдать. Стали регулярно ставить наблюдения примерно по 10 дней, 3-4 серии в год. И вот в настоящее время нами обработано более 110 дней наблюдений. Каждый день наблюдения 6 минут, обработка занимает примерно несколько часов. Потому что нам приходится, мы не знаем расстояние, мы ищем меру дисперсии, перебираем меру дисперсии, ищем интегральный профиль, пытаемся найти излучение в накоплении. И второй метод, это мы пытаемся индивидуально импульсить смотреть. Здесь есть параметры, с которыми мы наблюдали. И вот, после достаточно долгой охоты за этим объектом, в этом году нам удалось все-таки найти день, их всего несколько, вот 8 декабря 2021 года, когда нам удалось в сумме, здесь суммировано 726 групп по три периода, вот в этой, здесь временная шкала, это три периода курсара. По сей ординат здесь мощность, ну или интенсивность курсара. Вы видите, что черточками отмечены фазы, на которых это расстояние, это период пульсара. Здесь вот три периода, и видно, что есть слабый сигнал во всех трех фазах. Сигнал на уровне трех сигма. Это, конечно, очень мало, но если бы было много, его бы давным-давно нашли наши коллеги-соперники. Но пока никто еще его не видел. Сложная ситуация как раз с поиском меры дисперсии. Нам нужно подобрать то дисперсию, то есть то расстояние, на котором пульсар находится. Ну вот свертка этих трех периодов дает уже вот такой вот профиль. Это, конечно, слабенький профиль, но он вселил надежду, что здесь что-то есть. А дальше мы включили второй критерий. Значит, первый критерий – это при накоплении должно в трех периодах или в двух периодах должны появляться пики через период или через два периода, чтобы показать, что это реальный объект. И второй критерий – это должен быть след на динамическом спектре. Здесь вот достаточно хило он видно, но все-таки есть. Во втором он лучше, потому что здесь беленьким. А беленьким – это очень интересный эффект, это отрицательный сигнал. Перед положительным есть еще и отрицательный. С этим надо разбираться, в чем здесь дело. Ну здесь пример, когда в индивидуальных – это накопленный сигнал. А вот здесь вот мы видим… Нет, это тоже индивидуальный импульсар. Здесь вот мы видим все три пика есть – хиленьких, слабеньких, узеньких. Но в сумме они дают в свертке достаточно уверенный порядка шести сигма сигнал. Это означает, что этот пульсар не только в накоплении виден, очень редко, но еще он дает индивидуальные импульсы, которые можно, тем не менее, увидеть. Мера дисперсии, значит, или расстояние до объекта. Это очень важный, сложный вопрос. Здесь просто есть пример. Мы искали в большом диапазоне от 0 до 30 мер дисперсии. Предсказано, так сказать, теоретически, что он где-то в районе должен быть от 5 до 24 мер дисперсии. Но мы немножечко шире сделали диапазон. И вот здесь мы видим, это интегральный уже свертка на разных мерах дисперсии. Вот именно этот день хороший. При мере дисперсии 19, вы видите, что здесь нет импульса. При 21 штука появляется 23. Сигнал шума уже 3,7. 24, 26 падает, 30 совершенно нет. Все это здесь отражено. Здесь сигнал шум в зависимости от меры дисперсии. Здесь ширина вот этого интегрального профиля. Видно, что максимум и минимум в районе 23-24. Мера дисперсии – это очень важный параметр. Дальше. Чтобы расширить, так сказать, материал для исследования, поскольку мы не видим накопления интегрального профиля, как правило, мы решили метод селекции включить. То есть мы копим там, где мы видим какой-то зародыш на той фазе и на второй фазе или на двух других, в зависимости от того, три периода мы или два исследуем, мы должны увидеть тоже сигнал. Сигнал и причем здесь персия. Вот здесь разные сейчас будут примеры. Здесь двойной профиль. Здесь вот копили вот в этой фазе сигнал. Всего 139 вот таких импульсов здесь накоплено, двойных. Из 1089 всего. То есть на самом деле очень маленький процент показывает излучение. И видно здесь вот дисперсионная зависимость от вот этого профиля. И второй, который находится на периоде, отстает или перед, тоже есть дисперсионная зависимость. Это показывает, что сигнал реальный. Сигнал пришел к нам издалека, прошел в межзвездную среду и задержался. И здесь дальше тоже примеры накопления уже в трех периодах. Вот здесь вот копили в этой фазе, вот синеньким показано. Видно здесь хорошо дисперсионная зависимость. Она вот здесь вот обрывается. На второй фазе тоже есть. На третьей, к сожалению, практически мы не видим. Но это и понятно. Потому что мы копим порядка 100 всего таких тройных периодов. То на вторых и третьих фазах их существенно меньше. Поэтому вероятность того, что там появится сигнал, мала. Она возрастает или вообще только возможно, когда пульсар излучает группами. То есть по нескольку импульсов. Тогда у нас есть шанс, что если мы в одной фазе видим импульс, то рядом тоже могут быть накопления. Здесь другой пример. Тоже копили в этой фазе. И видим, что есть и дисперсионная зависимость, и второй импульс, и даже, возможно, вот сигнал от третьего есть. Дальше мы попытались форму определить интегральную. Я не буду рассказывать, как. Во всех трех фазах здесь виден импульс. Здесь мы просто копили только те группы, где есть сигнал в двух каких-то фазах. И вот здесь видно, что есть профиль. Профиль двойной. 135 импульсов здесь накоплено. А здесь вот 264, он тройной. То есть пульсар имеет еще и не просто такой случайный набор индивидуальных импульсов, а они как-то в фазе собираются на определенных долгутах. Дальше еще один эффект есть у этого пульсара. Еще реже он проявляется. Это интерпульс. Вот здесь вот ничего не видно. Как бы этот тройной период. Свертка показывает, что есть в центре, там, где у нас обычно появляется главный импульс, есть интерпульс. В гамма-диапазоне у него известно, что у этого пульсара есть интерпульс на половине периода. И он по амплитуде меньше главного и чуть уже. Здесь у нас тоже есть большая вероятность. Таких случаев всего несколько. Мы видим тоже интерпульс, но редко. Это даже не суммировано. Это индивидуальные три периода записаны. Здесь тоже самое. Мы видим интерпульс и главный. И накопление на фазе, ну, из фазы интерпульса, показывает, что он действительно есть. Есть на второй фазе. Плотность потока. Здесь вот некоторые данные, на самом деле их больше, по попытке измерить поток у этого пульсара. Как правило, это все только верхние оценки. Есть очень хорошая оценка. 17 микроянских на частоте 800 МГц. Если взять нашу оценку, а наша оценка – это примерно 100 миллианский, средний поток, размазанный по периоду, мы не можем дать точную плюс-минус, потому что всего в 10% случаев мы видим сигнал, а в 90% нет. Поэтому мы даем оценку 100 или меньше. Если вот здесь вот провести, так сказать, по самым крайним точкам спектр, то оказывается спектральный индекс будет больше 3,5, что характерно для геминги, которая имеет больше 4 спектральный индекс. Поэтому геминга на высоких частотах никем не наблюдалась, поэтому этот пульсар тоже на высоких частотах практически недоступен. Результаты. Значит, обнаружено периодическое слабое редкое излучение. Редкое в том смысле, что оно не только по времени редкое, но еще и, так сказать, тогда, когда есть излучение, оно тоже очень нерегулярное. Значит, проявляется примерно в 10% случаев, и том, когда мы используем метод селекции. А импульс индивидуальный чаще наблюдается, чем в 10%. Мы точную статистику сейчас еще не дали, но они достаточно узкие. Измерены меры дисперсии, которые, если взять эту меру дисперсии и взять до того, чтобы расстояние определить для данного пульсара, нам нужно знать среднюю плотность электронов в этом направлении. Рядом пульсар есть очень близко, который гораздо дальше расположен, чем вот этот объект. Если взять ту плотность электронную, хотя это может оказаться неправильным, но если ее взять, и вот эту меру дисперсии, то этот пульсар должен быть расположен примерно на расстоянии 300 парсет. Это достаточно близкий объект. Это входит в тот диапазон, который предсказан по рентгеновскому гамма-измерениям. Получен интегральный профиль, который из двух-трех компонентов, с такой-то шириной, с расстоянием между этими компонентами. Что, значит, индивидуальные импульсы узкие, а ширина интегрального профиля здесь немножко неправильная, 35 миллисекунд примерно, что составляет 0,2 от периода. Это не характерно для обычных пульсаров. На самом деле у обычных пульсаров это 5-10%, здесь 20%. Иногда мы видим интерпульс, тоже на фазе 0,5 периода. И объяснение уже сказал, что не наблюдать на высоких частотах из-за крутого радиоспектра, что может связано быть с механизмом радиоизлучения, но очень сложно найти такой механизм, который бы давал такой столь крутой спектр. Либо из-за узкого конуса излучения, который на высоких частотах мы не, луч зрения не пересекает этот конус, а на низких частотах, где конус расширяется, мы можем так же, как у Деминги, чиркать по этому конусу и видеть излучение. Спасибо. Спасибо большое. У нас у меня две пары вопросов есть, пожалуйста. Есть желающие, пожалуйста. Как вы хотите? Если я правильно понял, это одиночный пульсар, правильно? Да, это не двойной. А вот это изменение как раз импульсов, оно происходит из-за того, что происходит как-то вот это взаимодействие самого пульсара с междвездной средой? Нет, нет. Это собственный механизм. То есть за счет излучения от джетта так же? Нет, нет. Джетта это, как правило, двойная система. Нет, здесь пока о джеттах речи не идет. Но это так же, как геминга. Это, скорее всего, соосный ротатор. То есть две оси, о которых предыдущий докладчик говорил, почти совпадают. То есть маленький угол между вращением и магнитной оси. Да, да, есть некий угол. Но переменность, скорее, связана с самим механизмом излучения. Тут международная среда, если дает, то она дает, так сказать, и по частоте там, изменения, которые мы знаем. Зная расстояние, мы можем сказать, какие должны быть предыдущие. А это очень близкий пульсар, да. Поэтому здесь только механизм. Среда этого ничего не может. Спасибо, что еще есть, пожалуйста. Давайте тогда поблагодарим докладникам Куфея. Я всегда сделаю замечание, что докладчики хорошо вписались во время, кто и открывали, и всеми остальным докладчикам понравился. Это доклад. Татьяна Валерьевна рассказывает нам про моделирование распада облако-борощающейся и водопланетного диска. И этот доклад начинает новую тему, очень важную, последнюю тему нашей конференции, около взлетных дисков и инзопланетных. Доброе утро. В первую очередь я бы хотела поблагодарить организаторов за возможность выступить с этим докладом и рассказать о нашей новой теории, которая вносит вклад в исследование протопланетных дисков, и косвенно касается теории формирования планет протопланетных дисков. Последние десятилетия показали, что... В последние десятилетия были получены наблюдения протопланетных дисков, они были разрешены, были получены их изображения. И оказалось, что на этих изображениях присутствуют крупномасштабные асимметрии, которые свидетельствуют о бурных процессах, которые протекают в этих дисках. Сейчас я кратко покажу, какие есть асимметрии. В частности, во многом вклад внес телескоп Альма, радиоинтерферометр. Здесь два объекта, у которых наблюдается такая дугообразная асимметрия или вихреподобная небольшая. Второй тип асимметрии – это туго закрученные спирали. Тут как интерпретировать, конечно, но в принципе спираль можно увидеть при желании. Еще два объекта. Самыми массовыми асимметриями являются кольца, кольцеобразные такие вот структуры. Причем довольно часто кольца не одиночные, а это серии колец. Еще один тип асимметрии – это двурукавные спирали. Вот еще два объекта. Здесь ярко выражены эти спиральные ветви. И последний тип – это две симметричные области тени или яркие такие вот области, тоже квазисимметричные. И вот появление таких изображений стимулировало развитие разного рода теорий, объясняющих появление вот этих вот крупномасштабных неоднородностей в дисках. И условно можно разделить эти теории на два типа, на два класса. Первый класс – это там, где есть планета, и вот она, ее движение каким-то образом возмущает вещество и создает разного рода асимметрии. А второй тип – это вот те модели, где планета не нужна. И вот мы как раз пытаемся рассматривать механизм, в котором планета не нужна. И первые три типа асимметрии, то есть вот дуга, тугозакрученные спирали и кольцо, навели нас на мысль, а что, если это вследствие одного и того же механизма? Допустим, в виске возникает какое-то плотное облако. Каким образом возникает, я еще скажу. И это облако вращением виска растягивается сначала в дугу, затем в тугозакрученную спираль и сворачивается в кольцо. Чтобы промоделировать это в газодинамике, мы рассмотрели протопланетный диск. Масса диска составляла 1% от массы Солнца. Здесь показаны его размеры. Внутренний радиус 0,5 астрономической единицы, внешний 50. Показано начальное распределение плотности. Ну, в частности, вот этот параметр сигма зависит от массы диска. И сюда же входит полутолщина диска, которая определяется температурой. Здесь мы рассматривали локальное термодинамическое равновесие, то есть профиль температуры сохранялся по диску в течение всего времени моделирования. И профиль был взят эмпирически из работы вот этой Чанга Голгрейх 1997 года. В него входит, сюда также входит вот здесь средние молекулы. Ну и звезда была, ну как Солнце, солнечного типа, то есть масса Солнца, ну и температура солнечная тоже. И вот такой диск вращался 600 лет, а затем в него добавлялось возмущение. Соответственно, расчеты проводились методом SPH. В данном методе физическая величина рассчитывается по ансамблю частиц, которые обладают упругими вязкими свойствами газа. Причем сглаживание идет по ядру. Ядро у нас выбиралось в виде сплайна. Ядро нормировано на единицу и стремится к дельта-функции в пределе. У ядра имеется характерный масштаб, это длина сглаживания. Она определяет радиус сферы, внутри которой частицы влияют на значение физической величины, ну собственно в центре. Далее интеграл заменяется интерполяционной суммой, что позволяет легко взять производные. И собственно этим методом мы решали наше уравнение. Для интегрирования применялся метод LipFrog. Он довольно прост. С одной стороны, с другой стороны дает высокую точность на масштабах времени, ну там несколько тысяч лет даже. Если, конечно, считаем миллион, там нужно более точные методы брать. Вот. Это метод с перешагиванием, то есть скорость определяется на половине шага по ускорению, затем определяется положение, ну и дальше скорость на следующем шаге. В задаче применялся переменный временной шаг. Это было сделано потому, что масштабы диска большие, и скоростной режим вблизи звезды, он более мощный, чем на периферии. И это позволяло без потери точности посчитать более, этот диск достаточно, вернее, без потери компьютерного времени посчитать его более точно. Использовался код Gadget2, который был модифицирован для протопланетных дисков. Ну и вот главный вопрос, что же за возмущение, которое возникает в диске, и вот таким образом по нему растягивается. Первое наше предположение было связано со столкновением планетоземалий, астероидов разного рода. В работах вот этих было показано, что процесс столкновения планетоземалий, ну там километровых, 10-километровых, 100-километровых размеров, особенно если это лобовое столкновение, он идет каскадно. То есть астероид дробится на мелкие куски, они сталкиваются друг с другом и дробятся еще на более мелкое вещество. И вот мы предполагали, что астероиды столкнулись, раздробились, историю столкновения мы оставляем за пределами нашего моделирования. И вот тот момент, когда уже образовался этот сгусток пылевой, мы начинаем исследовать. Соответственно, сгусток представлял собой такой шар, распределение вещества там было по экспоненте. Вот эта вот плотность самого вещества, материала пылинок, рассматривалась пыль мелкая, там 10, 100 и 1 миллиметр. 10 микрон пылинки очень быстро рассеивались диски и не сохраняли свое положение. А вот 100 микрон и 1 миллиметр, в принципе, хорошо себя показали. Здесь показана масса возмущения, она довольно большая, это половина почти массы Луны. Мы искали такую массу, чтобы было видно кольцо, последняя фаза распада этого сгустка. Я об этом еще буду говорить. Кроме того, были добавлены случайные скорости с максимумом распределения 50 метров в секунду и девиацией плюс-минус 50 метров в секунду. Соответственно, сгусток помещался вот сюда на расстояние 30 астрономических единиц. Ну, здесь уравнения показаны, я их не показала в начале. Это уравнение неразрывности для газа и для пыли, уравнение движения для газа и для пыли отдельно. И здесь добавлен вот этот вот член, который учитывает трение пыли о газ и газа о пыль. Соответственно, алгоритм добавления такого члена описан в работе Монагана Кочаряна 1995 года, это для метода SPH. Ну, и уравнение для локального астрономического равновесия, там, где у нас сохраняется скорость звука, и, соответственно, это связано с тем, что сохраняется температура диска. И вот результаты расчетов. Как мы и ожидали, оказалось, что вот красным это показаны полевые частицы, а, соответственно, черным это газ. Сгусток действительно вытягивается в такую дугообразную структуру, затем сворачивается в спираль, ну и далее вот кольцеобразная структура существует довольно долго. Здесь показано время в периодах, ну, период, в периодах центра начального нашего сгустка, период 164 года. И, соответственно, существует это вот, ну, уже на временах порядка 10 тысяч лет. Соответственно, чтобы получить изображение, мы использовали код РАДМСА 3Д, и вот здесь вот построено изображение на одном миллиметре. Видно, что, в принципе, изображение, изображение их появились асимметрии, которые мы хотели увидеть, и они соответствуют тем, что получается для распределения плотности. И даже вот в этом случае, когда у нас уже прошло 40 периодов, то есть там где-то 6 тысяч лет, все равно кольцо можно каким-то, ну, в принципе, его можно отличить от остального фона диска. Ну, затем, конечно, вещество это рассеивается в диске. Ну, и вот данная работа была опубликована в Astrophysical Journal Letters в 2019 году. Но у нее есть, к ней есть вопросы, некоторые проблемы, потому что масса вот этих планетоземалей, она должна быть очень большая. По сути, мы должны увидеть лобовое столкновение двух объектов массы, ну, наверное, в четверть массы Луны. С одной стороны, процесс столкновения планетоземалей естественные для протопланетных дисков это происходит, и это один из этапов их эволюции. Но обычно они сталкиваются поближе к звезде, там, где высокие скоростные режимы. А на 30 астрономических единицах столкновение такое маловероятно. Однако, ну, и там и скорости меньше. Однако, в принципе, планета может способствовать выбросу планетоземалей на периферии. Мы хотели без планеты, но, видимо, вот в данной модели без планеты сложно обойтись. То есть, если есть планетоземаля, или твердое вещество, причем довольно крупное, километровых размеров, то, возможно, существует газовая планета вблизи звезды. А такая планета может выбрасывать планетоземалей на больших скоростях, на гиперболические орбиты, и они, соответственно, могут сталкиваться с тем, что летает на периферии диска. Ну, кроме того, тела могут быть меньше, то есть в процессе столкновения они могут набрать пыль на себя из окружающего диска. Мы видим также последствия событий, ну, как предполагается в ряде теорий, что катастрофические столкновения привели к образованию Луны, к образованию системы Плутон-Харон, ну, и наклонение оси урана тоже может быть связано именно со столкновением с каким-то телом. И вот еще в 2020 году Сергей Наякшин и команда показали, что в целом приливное разрушение планеты. Не могу. 40 минут. Не могу. Приливное разрушение планеты, оно может привести к выбросу большого количества мелкой пыли. И в целом Сергей говорит, что вот мы привыкли к тому, что планета – это нечто твердое, каменистое, и очень сложно разрушить, но на самом деле на стадии формирования наверняка возможен такой момент, когда планета – это нечто рыхлое. И оно может быть разрушено и приливным взаимодействием между двойной системой, либо удар твердого тела в такое более рыхлое тело может привести к появлению большего количества мелкой пыли. Но мы не остановились на этом, потому что идея появления сгустка и распада его таким образом, что в рамках одной модели мы можем объяснить несколько типов асимметрии, нас продолжало волновать. И следующее наше предположение – это таково, что сгусток мог появиться в системе извне, то есть прилететь из межзвездного пространства. В принципе, облачная аккреция, она обсуждалась в работах Киньона и Хартмана, то есть падение сгустков из остатков портозвездного облака обсуждалось. Однако в данном случае все-таки падение идет на периферию диска и такие модели делаются. А вот в работе Воробьева 19-го года было показано, что при эволюции массивных дисков возникают клампы, сгустки, причем размеры и массы этих сгустков невелики. Массы достигают нескольких десятков масс Юпитера. Эти сгустки могут падать на звезду, создавая аккреационные события, также и покидать систему, то есть улетать в космическое пространство и, соответственно, сталкиваться с другими дисками. Именно такой случай мы и решили рассмотреть в нашей работе в дальнейшем. Здесь уже возмущение представлялось в виде вот такого усеченного конуса, плотного. И тут, опять же, мы оставляем всю историю столкновения облака с диском за пределами расчетов. Это наша дальнейшая задача. Мы хотели посмотреть, как это все-таки будет выглядеть. Ну и кроме того, вот Малыгин показал, что на больших расстояниях, а здесь примерно 25 астрономических единиц, на больших расстояниях тепловая реакция идет довольно быстро. Там холодный газ и довольно разреженное вещество. И вот данное возмущение, оно превосходило по плотности поверхностной плотности, поверхностной плотности диска. Это параметр КА определялся. Кроме того, были рассмотрены несколько скоростных режимов, то есть это до Кеплеров режим, суб Кеплеров, параметр L меньше единицы Кеплеров, когда скорости вот этих частиц были равны Кеплеровым, и сверх Кеплеров тогда, когда L параметр был больше единицы. Кроме того, поскольку мы предполагаем, что было некоторое падение под каким-то углом на диск, частицы сохраняют память о том, что они падали под углом, и в качестве параметра задачи выступал угол наклона вектора скорости относительно плоскости самого диска. Ну и здесь вот радиальные размеры. Это раствор конуса, ну и по радиусу от 0 до шаг. И вот такое возмущение у нас тоже в диске развивалось. Метод опять же тот же остается. Здесь более подробно приведены уравнения. Здесь уже нет никакой пыли. Мы считали чистую газодинамику, без вклада полевого. Метод исперечь вот эти наши уравнения приводит вот к такому виду. Ну и немножко подробно расскажу про то, что входит в основное уравнение движения. Это гидродинамическое ускорение, это искусственная вязкость, и, соответственно, гравитация звезды, и самогравитация диска. Важно отметить, что длина сглаживания в методе, она тоже определялась итерациями, не была постоянной. Но это опять же связано с тем, что вблизи звезды диск плотный, а на периферии он разрежен, и это позволяет, скажем так, без потери компьютерного времени считать более точно. Ну и вот здесь показаны модели, которые были рассчитаны таким образом, с большим набором параметров. И оказалось, что основное влияние на то, какими будут структуры, особенно долгоживущими, оказывает именно скоростной режим, то есть вот параметр A. Поэтому дальше я покажу вот отдельно по каждому его значению. Первый случай – это субкеплеровое возмущение на периферии диска. Здесь показана поверхностная плотность. Ну, примерно то же самое, что мы видим в предыдущих расчетах. То есть возмущение растягивается в дугу, затем сворачивается спираль, хотя тут спираль раздваивается на две. И в конце получается вот такое асимметричное кольцо. Здесь мы искали минимальную массу, которая даст нам видимую структуру, долгоживущую. И эта масса была 0,1 массой Юпитера. Понятно, что большее тело даст нам более яркую структуру. Кроме того, поскольку имеется наклон дектора скорости, по диску проходят вертикальные волны. Здесь показано среднее значение координаты Z, то есть перпендикулярно плоскости диска для SPH-частиц. И видно, что в начальный момент времени диск вот таким образом искажен, а затем это возмущение распространяется на периферию, но сам угол наклона тоже уменьшается. Это связано и с самогравитацией диска, и с гидродинамикой, которая таким образом работает. Ну и на изображениях на одном миллиметре мы, в принципе, видим все те же структуры. Дугу, что-то похожее на спираль, и здесь получилось у нас вот такое асимметричное кольцо. Вот эта структура долгоживущая и живет около тысячи лет. Следующий случай – это Кеплерово. Возмущение здесь движение вещества происходит немножко медленнее, потому что, когда мы, у нас параметр L меньше нуля, мы стартуемся по астро, и, собственно, вещество приближается к везде, а здесь, ну, получается, что большая полуось, ну, условно, она больше, поэтому распространяется вот это возмущение медленнее. Ну вот, в данном случае все то же самое, в конце мы получаем кольцеобразную структуру, здесь ее, в принципе, можно увидеть, а на изображениях она видна еще лучше. Соответственно, вот это вот изображение на одном миллиметре, что интересно, для некоторых моментов времени вот одно событие, появление этого массивного, ну, так сказать, сгустка вещества приводит к появлению нескольких колец на изображениях, то есть, ну, в принципе, многополосная структура, возможно, и в таком случае. Вектор скорости вот этот вот, и он также влияет на изображение, если он небольшой, то мы получаем ровное, хорошее колечко, а если он растет и больше 20 градусов, то здесь кольцо разрывается, и видны такие слабо выровненные двурукавные спирали. Ну, и последний тип, это возмущение на периферии диска, поверхностная плотность здесь показана, здесь возмущение распространяется еще медленнее, потому что мы стартуем с периастра, и большая полость еще больше этих частиц, и возмущение это мощное, оно приводит к формированию вот такой вот двурукавной спирали в данном случае. Вот это хорошо видно на изображении через 500 лет, здесь уже годы именно, видно, что двурукавные спирали есть для всех углов наклона, однако чем он больше, тем более асимметричным выглядит диск, периферия в одном месте более яркая, а в другом, наоборот, менее яркая. Вот. Дальше мы исследовали долговременную эволюцию, здесь мы уже увеличили количество частиц до 2,5 миллионов, рассмотрены были две модели, одна самая спокойная, это кеплеров режим, и наклон не очень большой, 5 градусов стальные параметры совпадали, а вторая, это возмущенная модель, сверх кеплеров режим, и наклон большой 30 градусов вектора скорости. И оказалось, что на самом деле диск стремится вернуться к своему первоначальному положению, и через 2000 лет наклон относительно первоначального его положения составляет меньше градуса, даже для возмущенной модели. Ну и изображение через 1000 лет для тех же двух моделей, здесь видно кольцо, но оно уже очень слабое, на вырукавные спирали видны хорошо, даже через 1000 лет распада возмущения. Ну а затем спираль, она вырукавная пропадает, и остается вот такое асимметричное кольцо. На конец расчетов через 2000 лет все равно вот это кольцо существует, его видно. Ну и вот данная работа также была опубликована в Стархизикл Джорнал в прошлом году. И следующий, последний, можно так сказать, на сегодня момент, который мы хотели рассмотреть, а что будет, если массивное облако порядка одной массы Юпитера упадет на звезду, ну не на звезду, а на протопланетный диск. Здесь я потом скажу, зачем мы это сделали, чего мы хотели добиться, и мы этого добились, в конце я покажу, почему. Здесь облако, мы рассматривали только субкеплеров режим, то есть нам хотелось, чтобы вещество этого облака подошло к нашей аккредитной области и упало в нее. Соответственно, облако распадается, опять же скручивается вот в такое асимметричное кольцо. Здесь есть яркая область на поверхностной плотности, которая медленно перемещается по диску и делает оборот, полоборота где-то за полторы тысячи лет, при этом рассеиваясь, конечно, в диске. Так, что же дальше. Вертикальный изгиб, здесь опять показана координата Z, спецчастиц, видно, что в таком случае возникает наклон внутреннего диска относительно периферии. Наклон этот медленно уменьшается и распространяется на периферию диска. И вот через тысячу лет он уже захватывает практически весь рассматриваемый диск. Вот изображение на одном миллиметре. То есть наклонный диск ведет себя таким образом, что он дает нам в миллиметровом диапазоне две симметричные тени и, соответственно, две симметричные яркие области. Почему так происходит? Диск наклонен относительно внешней части, и вот эта область, воздушающаяся над диском, она нагревается прямым излучением звезды. То же самое происходит снизу. И поскольку в радиодиапазоне диск прозрачен, нижняя часть просвечивает к наблюдателю, и мы видим такую картину. Проверить вот это можно, если наблюдать, допустим, в оптике или в интеракрасном диапазоне диск непрозрачен, вот эту нижнюю часть будет... Нижнюю часть будет не видно. Это как раз можно проверить, насколько такая модель работает. То есть, в принципе, только в радиодиапазоне мы можем объяснить наличие двух симметричных теней. Однако, вот этот момент существования, такой асимметричной структуры, он короткий, через тысячу лет диск уже оседает в плоскости, и мы видим вот такое размазанное изображение. И, в принципе, что интересно в рамках данной теории, она может объяснить не только разные изображения, но и их встречаемость, потому что вот дугообразные, туго закрученные спирали, вот такие вот две симметричные тени, это редкие объекты, а долгоживущие структуры, это двурукавные спирали и кольцеобразные изображения, они живут дольше, и поэтому чаще встречаются в наблюдении. Ну и вот ради чего мы все это делали? Мы пытались найти модель, которая позволит нам увидеть вспышку темпоакреции. Соответственно, здесь показано отношение темпоакреции через нашу аккреционную область, это не на звезду, это вот через аккреционную область размером 0,5 астрономической единицы, и это отношение к тому, что происходит без возмущения в таком диске. Здесь я специально подбирала модель, чтобы получить и временные характеристики, и масштабы, похожие на вспышку фуариона. Соответственно, здесь довольно большая масса нам потребовалась, три массы Юпитера, вот этот параметр L06, ну и довольно большой угол наклона. Вещество, ну, сгусток упал вблизи звезды, то есть нужен пролет такого сгустка вблизи звезды под довольно большим углом, и здесь на интервале времени примерно 15 лет происходит вспышка в 200 раз примерно темп акреции увеличивается, а затем медленный спад, ну и сама вспышка, она длится несколько десятилетий. Ну вот, в целом, это похоже на вспышку фуора. Если мы меняем наши параметры, то здесь более спокойные модели, одна масса Юпитера, параметр L08, и углом наклона 30 градусов, у нас возмущение не очень сильное, то есть не очень сильно возрастает темп акреции. Одна масса Юпитера дает примерно 10, 0,5 где-то 4, 0,3 2,5 и 0,1 1,3. Ну, такие вещи уже, наверное, невозможно заметить в наблюдении, скорее всего. Ну, и если наше возмущение, вот здесь вот черной линией показано, показан случай, когда конус начальный, вот этот ученый распределен между тремя и пяти астрономическими единицами, а, соответственно, вот этот вот красный, это когда между пятию и семью. И если мы отходим подальше от звезды, то уже у нас падает и амплитуда, и сама кривая растягивается, время вспышки очень сильно возрастает, ну, вот поэтому важно очень, чтобы пролет был вблизи звезды. Связано это в первую очередь с тем, что у нас уменьшается плотность, то есть если мы отходим дальше по диску, конус расширяется и, соответственно, плотность вещества падает. Ну и вот данная работа, она также принята к печати в Aspo Physical Journal вот в этом году. И здесь, ну, хотелось бы рассказать, понятно, что это не единственная модель, и моделей много, но ее особенность заключается в том, что мы в рамках одного механизма можем объяснить большинство наблюдаемых типов асимметринных изображений протопланетных дисков. Кроме того, возможно, такие события могут приводить к появлению вспышек акреции, то есть к увеличению течения вещества на звезду, и, соответственно, они напоминают вспышки фоора. Кроме того, появление наклонного внутреннего диска, эти диски наклонные наблюдаются у некоторых молодых звезд, и тут есть объяснение о том, что планета, двигаясь на наклонной орбите, она может вот так диск наклонять и держать его, но возникает вопрос, откуда она там возникла на этой наклонной орбите, и вот такая модель падения сгустка на протопланетный диск, она может способствовать объяснению, потому что, в принципе, планета может сформироваться вот из этого самого сгустка или из возмущенного вещества, которое было наклонено, и в дальнейшем уже удерживать этот диск, наклонным. Ну и в заключении хочется отметить, что идея об облачной окреции, она не нова, но ее в основном упоминали в обсуждении, в дискашен, что для объяснения сильного поглощения у некоторых молодых звезд, для объяснения формирования хандритов, ну и для объяснения явления фуоров, также применялась она, ну как так сказать, обсуждалась, но впервые мы сделали газодинамическое моделирование данного процесса, посмотрели, что оно дает, и действительно оказалось, что эта модель очень интересна, она позволяет много что объяснить, и в целом мы продемонстрировали потенциальную возможность использования этой модели для объяснения целого ряда наблюдательных явлений молодых звезд. На этом все, спасибо за внимание. Пожалуйста, пожалуйста, спасибо за доклад, а у меня такой простой вопрос, значит, вот вы говорите, что вас там как-то вязкость задаете в этом механизме, что вы предлагаете в качестве основного механизма вязкости, или вы только численные? Нет, у нас численная вязкость, да, а физически какая-то? Ну, это вязкость, она в СПХ, эта вязкость, она опосредованно связана с вязкой с Шакурой Сюняевой, то есть там есть реальная модель. Иди ко мне. Спасибо. А? Да ладно. Вы рассчитывали на интервале ну тысячи лет вот эти все процессы, но в детстве существует миллион. И вот как эта структура сохранится в масштабе миллионов лет? Хотя бы оценки, можно, если бы точку принести? Ну, пока что, скажем так, в самых возмущенных случаях сохраняется, конечно, на двух тысячах лет и вероятно, ну вот 10 тысяч это максимум, но, во-первых, это зависит от массы того, что падает, во-вторых, в целом падение такого объекта может не только изменить диск, но и запустить в нем процессы разного рода неустойчивости. Тридеры. Да. И вот это уже на длительном интервале может быть важным. Спасибо. Вопрос из интернета. Пожалуйста. Давайте из этого мы выйдем. Так, Дмитрий, у вас там вроде вопрос был. Да, пожалуйста. Если можно. Татьяна, у меня вопрос простой, он касается параметров облака. Вы как-то размеры предполагали заранее, как это вообще все выглядело? Потому что три массы Юпитера, если это меньше радиуса Хилла, вы должны рассматривать вообще как такую, я бы сказал, планету или планету зима, которая, конечно же, пробьет облако, пробьет диск насквозь. Как вы вообще вот это взаимодействие рассматривали? Ну, мы на самом деле взаимодействие не рассматривали, мы предполагали, что облако упало, отреансировало. Размер какой? Татьяна, размер какой? Размер. Ну, больше радиусы. Там несколько астрономических единиц. Ну, в смысле того, что в момент, когда мы уже считать начали, а что там было, когда она упала и взаимодействовала, ну, тут это мы не считали. Татьяна, ну, еще раз, вопрос. Тримас и Юпитера. Если это размер достаточно компактный, то, что вы на картинках показывали, это компактные размеры, то вы где-то с радиусом хила там должны какое-то сопоставление проводить. Услышьте меня, если это компактный объект, то его динамика совсем по-другому должна описываться. Вы получите там какую-нибудь орбиту, он будет гравитационно захвачен. Ну, мне кажется, это важно обсуждать. Спасибо. Ну, мы в любом случае посчитаем и падение, вот, но кроме того, мы считаем самогравитацию диска, поэтому, в принципе, если там есть какие-то процессы, связанные с радиусом хила, захватом и так далее, это все должно быть проявиться в расчетах. Я говорю про облако, не про диск, а про облако, потому что вот вы про диск там все нам рассказываете, но при этом параметры облака, но представьте, что у вас летит камень, от вашей массы и у вас совершенно по-другому будет расчет проходить, правильно? Ну, если будет столкновение, то да. Но мы посчитаем, это мы обязательно посчитаем. Нет, там просто прилетит, что-то уже не... Спасибо большое. Пожалуйста. Будет так. Два вопроса. Первое, может ли вот такая, как вы рассказывали, облачная аккреция, такое падение облака, например, место в декреационных дисках, вот более поздние диски? И второй вопрос, проявляется ли это явление в рентгеновской части спектра? Ну, поскольку есть аккреция, то наверняка в рентгене что-то тоже можно увидеть про поздние диски. Но здесь в целом, с одной стороны, почему нет... Горячих звездок. Горячих звездок. С одной стороны, почему нет, а с другой стороны, все-таки молодые звездные скопления, там, где много дисков, они близко друг к другу, и вероятность возникновения такого сгустка там, она гораздо выше, чем у какой-то одиночной поздней старой звезды. Хотя, сомнительно мне, но в целом во вселенной все возможны, я так считаю. Хотя, у звезд звездные ветры более сгущенные в виде сгустков, и эти сгустки ведь могут оседать на диске? В принципе, да, и такие работы делали, в частности, вот моим соавтором Владимиром Павловичем Гвининым с его студентами, что когда сгусток выбрасывается, он обратно падает на диск и может действительно какие-то явления в этом смысле создавать. Спасибо. Так, пожалуйста, есть еще вопросы? Из, по-моему, из-за это у меня есть вопрос. Может, поделись? Не, не, это просто какой-то люк какой-то. Galaxy A10, подключились. Саму сказав, что какой-то A10. Так, у меня вопрос такой. Во-первых, все-таки достаточно длительное время развитие возмущения, на ранней стадии такие возмущения могут быть в радиокартах или в карте и к-картах быть замечены. Или, может, кто-нибудь смотрел специально и видны ли такие возмущения на самой начальной стадии? Ну, вообще никто не смотрел, потому что это теория, по крайней мере, вот такого типа, она началась в 22-м году. Вот, с Владимиром Павловичем мы попытались посмотреть, что будет, если возмущение такое возникло. Вот, но, в принципе, на начальных фазах должен быть такой вот небольшая дуга. Вот, а само столкновение, конечно, там уже будет, должен быть выброс энергии, но это будет как-то временный всплеск. То есть, в принципе, да. А второй вопрос. Есть система с некоторым количеством колец, и исходя из существования таких систем, частоту вот таких возмущений можно посчитать? Ну, это если предполагать, что все эти события связаны с тем, что, о чем мы говорим, на самом деле, скорее всего, это не так существует, и другие модели, поэтому, как-то вот это вот статистически, мне кажется, это будет не очень верно просто обсуждать. Вот, но наблюдательные тесты, ну, в принципе, возможны в данном случае. Так, Илья, пожалуйста, как вы делаете? Я вам не знали на вашу Павелик Анатольевич первый вопрос. То есть, вот, в случае столкновения планеты Земали расчеты предсказывали еще в середине 2000-х годов всплески светимости в среднем пекодиапазоне за счет появления мелкой пыли. Ну, и вот, последнее десятилетие несколько таких объектов было обнаружено. То есть, тут вот у меня к Тане, наверное, вопрос. Я, видимо, проглядел вот в модели со столкновением планеты Земали временную шкалу. То есть, на какой развивается уже детектирование структуры там десятки или сотни сотни? Ну, если далеко, там, это примерно один период оборота. То есть, по сути дела. то есть сотни. Ну, да. Смотря где это произошло, ну, да. Ну, тогда, то есть, возможности прямого сравнения с архивными инфракрасными данными, к сожалению, нет. Потому что, так-то, проверка, это посмотреть, вот, переменность там на 24 микронах, но доступно охватывает 30 лет. Ну, да, вот, есть работы, по-моему, там, СУ и компания, вот, они наблюдали, вот, коротковление всплески в ЭК-диапазоне, но там они предполагали столкновение вблизи, на 4-х примерно астрономических генитах. там мало, вообще, звезды. Ну, да. По-моему, у Сергея подальше. Так, есть еще вопросы? Так, спасибо очень большое, очень интересный доклад. Мы рады, когда мы поднимаем докладицу. И у нас следующий доклад. Анастасия Павловна Докладчинирова, тоже влияние испарения пыли, тепловая неустойчивость в определении температурах вот о планетном диске. Пожалуйста, давайте загрузим. Не открывается. Если что-то нервничает. Открывается. Да, дальше. Ну, дальше. Пожалуйста, поднимайте минуту и по-разному приезжу. Спасибо большое. Я недавно начала работать в теме протопланетных дисков с Эдуардом Воробьевым и вот с моими коллегами Ярославом Тавлюченком и Виталием Накинкиным мы рассмотрели возможность реализации тепловой неустойчивости в протопланетных дисках вокруг молодой звезды. Безусловно, эта тепловая неустойчивость хорошо известна для катаклизмических переменных и если посмотреть на график в центре слайда, то здесь как раз представлена изгибная линия, которая демонстрирует возникновение этой тепловой неустойчивости, когда у нас по оси отложена поверхностная плотность, по оси у нас эквитеральная температура Т-минт, которая была тоже на предыдущем докладе. И вот для одного и того же значения поверхностной плотности у нас возникает несколько равновесных значений по температуре, то есть диск может находиться как в термо, так и в гидростатическом равновесии в одной из двух фаз условно холодной и теплой. И если предположить, что температура связана с турбулентной вязкостью, то у нас возникает вязкая неустойчивость в аквитационных дисках, то есть аккреция вещества идет из диска на звезду эпизодически. Ну и вот здесь в работе камера нижняя панель фильтры В показано возникновение такой эпизодической аккреции с периодом 20 дней. Безусловно, тепловая неустойчивость тоже следовала в протопланетных дисках в рамках объяснения вспышек фуоров звезд типа ФУ Ореон с 93-94-99-х годов. Ну и здесь тоже представлены эти результаты. Единственное отличие этих моделей и последующих в том, что они учитывают только вязкий нагрев диски и коэффициенты непрозрачности газовые и пылевые на них брались упрощенные. И цель нашей работы была как раз определить термин эквитеральную температуру подпланетных диск с учетом помимо вязкого нагрева от самой звезды, учесть реалистичные коэффициенты поглощения газа и пыли, явным образом рассчитать испарение пыли, протрактовать его и потом, согласно полуэнтических моделях, провести исследование возможности реализации этой неустойчивости протопланетные диски и в последующем включить ее в гидродинамический код ФИОСАД, разработанный Эдуардом Воробьем. Сам диск задается его структура такова, что у нас в центре находится звезда типа Солнца 6000 градусов, внешний край диска на 0-1 астрономической единице, здесь представлены 100 астрономических единиц. У нас есть нагрев, как я уже говорила, звездный, вязкий нагрев, распределение у нас поверхностной плотности задается по такому уравнению, и у нас это аксиально-симметричный кеплеровский диск, заданный этим распределением. Ну и условия теплового равновесия у нас рассчитывает и функция охлаждения, и сумма функции нагрева. Ну и охлаждение происходит за счет высвечивания инфракрасного излучения. Расчет самой квитеральной температуры ТМИНТ вычисляется из функции нагрева и охлаждения. Если говорить про функцию охлаждения, то она, как и функция нагрева от звезды, зависит от оптических толщин, усредненных по планку и расселанду, которые непосредственно здесь в этих формулах представлены. А нагрев от звезды зависит от потока самого звезды и мюл это угол вхождения этого излучения в самой диск. А вязкий нагрев зависит от темпа акреции вещества М с точкой. Сами оптические толщины очень сложно зависят от температуры, поэтому приходится решать данное уравнение численно. Здесь представлены формулы, по которым были произведены расчеты оптических толщин. Сигма газ здесь поверхностная плотность, сигма газ тоже представлена поверхностной плотности, капы, которые рассчитываются у нас усредненной парселандой планку и двухтемпературная капа. Это то, что как раз у нас отличие идет с учетом того, непрозрачности вы можете видеть на слайде. Слева там усредненные коэффициенты непрозрачности по планку, в центре по Роселанду и последний справа это уже для температуры эффективной звезды 6000 градусов. Данные коэффициенты непрозрачности были представлены в работе Малэгина в 2014 году и можно заметить, что вот здесь по оси Y у нас плотность, по оси X температура, что они сложным образом зависят и имеют большой градиент распределения. Ну а линии, которые здесь белые указаны, я чуть-чуть попозже расскажу. Коэффициенты непрозрачности пыли. Ну, в этом первом приближении мы брали только один вид пыли, это форст рит, магнит 2 силициум 4. Безусловно, надо включать другие пылинки по химическому составу и также определять и ледяные мантии, что сейчас тоже делается мной. Но вот для этого, для этой работы мы использовали только одну силикатную пылинку. Распределение по размеру бралось с показательной степенью минус 3,5 и варьировалась минимальная пыль от 5 на 10,7 сантиметр до 10,4 сантиметр. Ну и здесь вы можете видеть те самые коэффициенты непрозрачности, сантиметр по планку фиолетовая линия и синяя по Расселанду соответственно. Сама пыль у нас испарялась, как я говорила, и формулы были заимствованы из химической термодинамики. Здесь у нас испарение пыли данной зависит от оптической толщины газа, и чем у нас она меньше, тем быстрее у нас при полутора тысяч фиолетовой линии у нас испаряется пыль. Если она толщина, больше, то тогда у нас при тысяч восьми десяти градусов примерно испарение идет. Ну и здесь вот это вот кси, которая как раз отражает, если она единице равна, то у нас пыль как бы присутствует, если она меньше, то пыли меньше. Мы рассматривали пять моделей, во всех них были включены непрозрачности пыли. Первая М1 модель, она была маломассивной у нас диск брался, и М2 у нас массивный диск, здесь не было вязкого неустойчивости вязкого нагрева. В М3 мы уже включаем темп окреции с 10 минус 6 масс солнца в год, что потом даст вязкий нагрев. В М4 мы включаем еще испарение пыли, и пятая модель, это как раз таки еще учитываясь непрозрачности газа. И на данном слайде вы можете видеть результаты первых четырех моделей, сверху это М1, здесь М2, М3 снизу, М4 соответственно. Красная область это там, где преобладает нагрев, синяя область, где преобладает охлаждение, и граница между красной и синей областью это та самая теминт, реальная температура. Если мы посмотрим на М1 и М2 модели, то мы видим, что спадание этой температуры идет по степенному закону, за исключением М1, тут у нас оптически тонким становится диск на примерно расстояние 10 астрономических единиц, и он имеет более сложный профиль Prime3 как раз тут включается темп аккреции, то есть у нас преобладает вязкий нагрев, и здесь у нас излучение тоже имеет сложный профиль, точнее не излучение, а эквториальная температура. И здесь она выше в центральной области за счет того, что пыль запирает излучение и не дает среде диски охладиться. Ну и когда мы включаем испарение, то у нас здесь вот такое плато образуется в центре, ближе к звезде, и здесь у нас получается охлаждение. Ну а сама тепловая неустойчивость возникает, когда мы включаем уже наши коэффициенты непрозрачности газовые. И здесь можно заметить, что для расстояния примерно 0,15-0,3 астрономических единиц у нас возникает несколько вариантов равновесной температуры от 2000 до 3 примерно и от 10 до 20 тысяч кельвинов. Ну и вот здесь представлен график зависимости температуры от поверхностной плотности. И вот здесь как раз эта белая линия, если мы вернемся к восьмому слайду, то мы увидим, что она пролегает в большом градиенте коэффициентов непрозрачности, даже если бы мы перенесли на план или другое непрозрачности. Дополнительно нам была рассмотрена эволюционная модель с начальными параметрами пятой модели. Рассчитывалась она по системе уравнений двух, это уравнение Прингла и второе уравнение для энергии, включающие радиальный перенос энергии в приближении диффузионно-аккреционно-декреционного диска. Вязкость у нас рассчитывалась в приближении Шакура-Синяева с альфа значением 10-3. Ну и изменение альфа значения оно тоже дает влияние на как раз вот эту температуру и возникновение тепловой неустойчивости. Действительно, теперь по результатам нашей модели внутри где-то примерно до 0,5 астрономических единиц происходит перестройка структуры диска и возникает тепловая неустойчивость. Этот расчет представлен для 15 тысяч лет диску, это черная кривая 0, чтобы понимать. Но 200-600 это уже потом превалюционирующие. И здесь возникает эпизодическая аккреция с периодом тысячи лет. Если мы уменьшаем значение альфа, то у нас уменьшается темп аккреции вещества, но увеличивается период возникновения этой вспышки. Мы не сравнивались с наблюдениями, у нас не было задачи такой, у нас была задача промоделировать данный процесс возникновения тепловой неустойчивости. Ну и выводы такие. Во внутренних областях партопланетного диска действительно возникают условия для развития тепловой неустойчивости, что необходимо учитывать при моделировании структуры эволюции диска. И альфа-параметр турбизации вязкости обеспечивает положительную обратную связь между темпом аккреции и температурой. Данная работа публикована в статье и в последующем мы планируем ее внедрить в фиосад и проработать сетку непрозрачности по пыли, увеличив химический состав пыли. Спасибо большое за внимание. Благодарю. Я готова ответить на вопрос. Спасибо. Спасибо. И пожалуйста, вопросы. У меня есть вопрос. По всем нагреву охлаждения вылучши, там есть протекплинки, заряженные, не заряженные, то есть есть какая-то разница, а потом космические вылучши, которые могут сталкиваться, нагревать. Это как-то как-то влияет на тепловое состояние? Вы имеете в виду вот сейчас я вернусь к охлаждению здесь. Ну еще раз космические лучи безусловно, перенос излучения у нас рассчитывался. Заряженные и не заряженные пылинки не по-моему? Здесь по-моему мы не учитывали, но Виталий Акимкин в своих работах сейчас применяет, внедряет фиосад именно заряд и незаряд. Да, конечно зависимости на пылинки у нас нет, у нас не выдели нейтральные. Виталий Акимкин, Есть насквозь руку поднятую. Скажите, пожалуйста, почему у вас в уравнениях нет факторов эффективности? Что вы имеете в виду? Ну, когда рассчитывается коэффициент поглощения пыли, там же нужно вычитывать по теории МИД и сферических частниц, например, фактор эффективности поглощения излучения. Или вы его принимали равным единиц, получается. Вот здесь вы имеете в виду, да? Да, вообще говоря, в общем случае, фактор эффективности зависит от размеров пылиных, его надо учитывать. Поэтому вы учитываете в будущей работе, потому что это критически важно. Потом мы можем поговорить. Да, хорошо, я тогда к вам подойду и мы обсудим. Спасибо большое за... Все? Нет, подождите, еще Дмитрий Валерьевич. Сейчас мы ему нужны. Да, или можно? Пожалуйста. Я вас слышу, Дмитрий Валерьевич. Настя, во-первых, я вам хотел сказать, что человек, которого вы называете Хаммер, это Жан-Мария Хаммери. А, спасибо большое, да. Я долго не знала. Вы меня введу, да. И у меня вопрос, на самом деле, он такой непростой. Спасибо, очень интересная, кстати, работа. Вопрос непростой. Вот если вы все вот эти ваши тонкие эффекты уберете, неустойчивость останется или нет, если вы просто вот в стиле Жан-Марии сделаете? Вот очень хороший вопрос. Мы как раз над этим работаем. Но мне кажется, что эта неустойчивость, она могла бы просто увеличить темп акреации, например, да, или какие-то нюансы. Я что понимаю, просто вот насколько важны, это более глубокий вопрос, чем насколько важны вот все эти эффекты и если там, ну, если они важны, то почему возникает эта неустойчивость? То есть, это вам поможет разобраться с физикой этого процесса. Ну, и всем нам, соответственно, если вдруг. Ну, да, да. То есть, это надо посмотреть дальше, потому что там есть другие неустойчивости, может быть, она и потеряется. но вы можете, вам это легко сделать, вы можете просто выкинуть вот все эти ваши сложные задачки, наслоение там в задаче и просто посмотреть, если у вас есть только вязкость и... Не, ну, вот просто вот здесь вот, как бы, в этих работах. Не, я не про эти, я про ваши. Там другие диски, там вообще по-другому немножко, там реализация основную роль играет. Ну, да. Ну, я поняла вас. Хорошо, спасибо большое за замечание, за комментарий. Мы посмотрим. Так, пожалуйста, есть еще вопросы? Если нет, давайте еще раз благодарим докладикам. Давайте начнем. Так, пожалуйста, продолжаем на суббонентную сессию. И следующий доклад, доклад тематический, 25 минут. Валерий Геннадий Геннадьевич, проэкспонейшн, первый результат исследования из-за планет. Через три. Минут через три? За три. Ну, я могу и за три. Не знаю. Дорогие коллеги, спасибо большое, что предоставили мне время выступить при такой приятной, прекрасной аудитории, так сказать, в таком месте, да? Хорошо. А микрофон, он меня слышал? Понятно, да. Вот, сегодня я вам представляю проект Экспланейшн, который расшифровывается как Экзопланет Интранзитивен Синвестигейшн. Значит, вот здесь представлены все соавторы, которые так или иначе присутствовали при рождении этого проекта. Я там в нашей программе фигурирую как один, это просто технически было сложно всех писать, на самом деле вот все мои соавторы. Ну, значит, вот со своими соавторами сегодня представляю проект, начатый на базе инструментария Саурана, посвященный поиск изучению новых из-за планеты транзиентных событий. Проект изначально был исключительно нашим внутренним саусским благодаря двум, но со временем благодаря вот двум мегагрантам под руководством Балеги и Илья Матвеевича Зеленого вот, он вышел за границу Сау, стал таким общероссийским, скажем так, объединил несколько российских институтов и обсерваторий и даже перешагнул, так сказать, границы страны. Вот. На начало 2021 года к проекту присоединилось, так сказать, я уже сказал, пять российских и три зарубежных института. Это мы, Россия, Республика Корея, Израиль и Германия. К сожалению, вот в прошлом году в силу известных событий, так сказать, Германия и Израиль вышли из проекта, Германия хлопнула дверью, так сказать, Израиль интеллигентна, они как бы до сих пор присутствуют на виртуале. Вот. Ну, тем не менее, так сказать, вот мне было очень приятно, что вот мои коллеги из Кореи, они, так сказать, очень тактично сказали, даже когда я попросил, деликатной ситуации, выйдите, что-то куда-то такая, они даже меня поругали, сказали, что это честь работать вот с нами, с Россией. Вообще, Южная Корея очень расположена к нашей стране. Это как? Я там четыре с половиной года вместе с Газинором Грузодином поработал, так сказать. Значит, гидропроекты составляют все оптические телескопы специальной астрофизической обсерватории, также в проекте участвуют телескопы Крымской, Кауровской, астрофизических обсерваторий Казанского, Московского университета, Корейского института астрономии и наук о космосе. Обсуждается инструментарий вот в данном выступлении обсуждается инструментарий, а также первые научные результаты 22-го года связанные с обнаружением экзопланет на базе телескопов РАН. Ну, цели проекта представлены здесь. Первая основная наша цель это создание постоянно обновляемого обзора экзопланет, переменных звезд и транзиентных событий на основе инструментальных комплексов, которые мы построили в рамках этого проекта и обеспечивающих проведение полного цикла исследования первичного детектирования событий до диагностики его физических свойств. Вот, и здесь я немножко расшифрую, так сказать, в общем-то дело в том, что вот открытие экзопланеты это на самом деле дело гораздо более сложное, чем получить одну, скажем, доплеровскую кривую. вчера, я просто пользуюсь случаем, поскольку он сказал свое мнение, я скажу, так сказать, мнение мое немножко другое, так сказать, имея просто одну доплеровскую кривую, мы говорим о очень вероятном существовании экзопланеты, на самом деле это не обязательно может быть так. В моей практике у меня уже есть, так сказать, как бы статья на это с моими корейскими соавторами, вот с Газинуром, в которой мы показали просто на примере, что магнитная звезда, вращаясь, в которой, так сказать, постоянно магнитное поле, ну вот она вполне себе дает очень планетоподобную кривую, поэтому процесс, так сказать, нахождения экзопланеты, детектирования экзопланет, так сказать, их подтверждения, он достаточно сложный. Вот, то есть там участвуют самые разные методы, в первую очередь, конечно, это доплеровский метод, потом фотометрический метод, спеклентроферметрический и так далее. И вот в этой связи, вот когда речь идет об открытии первой российской экзопланеты, я бы, например, все-таки назвал других людей, то есть я бы назвал в первую очередь Кауровская обсерватория, это Артем Бурданов и Карушинский Вадим, вот, и также это первое детектирование, так сказать, произошло, так сказать, реверансов пользы ГАИШа, так сказать, с использованием проекта Мастер Владимира Михайловича Липунова, так что, так что вот, они были первые, которые, так сказать, фактически, вот весь этот, вот всю эту цепочку наблюдений на разных, за несколько лет они прошли, и это была первая экзопланета, вот я так считаю. У нас в нашем проекте, конечно, нет идеи, так сказать, открыть вторую российскую экзопланету, третью, так сказать, они у нас уже на десятки, так сказать, пошли, наша идея состоит в том, чтобы сделать такой обзор. Ну, вторая вещь, так сказать, это наземная поддержка космических миссий, здесь мы связываем наше будущее главным образом, конечно же, с нашим вот спектром ЛЭФ, который мы будем его наземной базой. Ну, и развитие новых автоматизированных инструментальных средств наблюдения на наземных телескопах, как бы это наша основная, так сказать, скажем так, основная всех задач, как вот телескоп, как обсерватории, которые, так сказать, обслуживают, вот вообще говоря, всех вас, то есть, как бы мы с этим проектом в том числе хотим, так сказать, задать новые стандарты. Насколько это получилось, сейчас посмотрим. Значит, далее я буду говорить только про российские, так сказать, инструменты, только про новые, не те, которые вы знаете классические, а про новые, так сказать, вот вкратце. Значит, в нашей обсерватории присутствует, конечно же, оптический телескоп БТА+, оптоволоконный спектрограф, о котором уже рассказывал Валерий Валентинович Власюк, в первый день, так сказать, конференции, первый доклад конференции. Далее, телескоп ЦС-1000, плюс есть необходимый фотометрический комплекс, телескопы автоматизированные Астросиб, 50-сантиметровые, так сказать, и комплекс ММТ-9, мини-мегатоптер, так сказать, который созданный на средства Казанского университета, и сейчас мы сами совместно, так сказать, его эксплуатируем. Это медоканальный телескоп, очень хороший, так сказать, 10 фотометрических каналов, с полем зрения, 10 градусов на 10 градусов. Вот, значит, коротко об инструментах. Вот тот самый экзопланетный спектрограф. Это как бы вид вот фотографа, то есть я фотографирую, так сказать, спектральную часть, так сказать, это вот здесь вот справа это шеле-решетка, шеле-мозаика, так сказать, а вот здесь кросс-дисперсия. Значит, вся климирующая оптика находится, так сказать, позади. Фотографа сюда не вошла, но инструмент достаточно большой, находится в специальной, так сказать, термостабилизированной комнате. Вот, и на сегодняшний день он работает, то есть это не проект, который он развел, он работает уже несколько лет, так сказать, с 20-х годов, так сказать, у нас уже первые статьи есть. Вот, но работает он пока, что только на 40% из-за того, что, так сказать, до сих пор вот родная рассчитанная нами, так сказать, спроектированная камера проекционная, она до сих пор не создана, так сказать, вернее, она уже практически создана. Вот, там все линзы есть, все покрытия, все оправы, так сказать, вот собрать пока не можем, строим станок, чтобы это сделать. К сожалению, российская оптическая промышленность легла, и мы в процессе, я видел ее деградацию, что происходило. Пять лет еще тому назад такой станок был, сейчас его нет. Не знаю, куда его дели. Ну, в любом случае, на сегодняшний день он показывает вот такие параметры. Десятая с половиной звездная величина, сигнал шумства за час. Будет камера, будет одиннадцатая с половиной, сигнал шумства за час. Вот когда речь идет о наблюдении с качеством, там, не знаю, 30, 40, там, 50, то будут доступны для наблюдения сигнал шум. Будут доступны для наблюдения, конечно же, будут доступны и 14, и 15, и 16 звездные величины. Вот так. Так что, если что, заявляйтесь. Вот здесь поведены примеры спектров и точность позиционных измерений. Значит, вот красный спектр, обратите внимание, это десятая с половиной звездная величина, разрешение 65 тысяч, экспозиция 40 минут, сигнал шум 70. Еще раз говорю, с новой камерой будет то же самое, только для одиннадцатой с половиной звездной величины. Вот. И здесь, внизу, так сказать, это фрагмент наблюдения лучевых скоростей спектроклассической спектральной двойной Йота Пегаса. Значит, амплитуда, вот как вы видите, так сказать, по вертикальной шкале, там плюс-минус 200 метров в секунду, да. Вот. И вы прямо, вот эта звезда, так сказать, имеет период, по-моему, 10 дней, вот, и с амплитуды там порядка 30 километров в секунду. То есть, за один час наблюдения, здесь примерно один час наблюдения, даже меньше. Вот. Мы видим, так сказать, тренд, связанный, так сказать, теоспеветы, это не артефакты. Вот с такими барами ошибок. Бар ошибок здесь, в данном случае, от 4, там, до, по-моему, 9 метров в секунду. А где спектр сравнения? А? А где спектр сравнения от 3? Спектр сравнения, он у нас непосредственно находится на... Мы его одновременно наблюдаем. Одновременно? Одновременно? Вы имеете в виду, да, ториаргон, ториаргон. Лампа, лампа с полом катод, ну, я ее, как бы, здесь не приводил. Вот. Значит, я уже вижу, что я время начинаю перебирать. Я постараюсь. Вот. Далее. Второй, так сказать, инструментальный комплекс, который в контексте исследования экзопланет является, так сказать, ну, вообще говоря, наверное, даже первичным. Это вот комплекс автоматизированных телескопов. Это телескопы Рич Критет с диаметром главного зеркала 50 сантиметров. Вот. Вот то, что вы видите на картинке справа, это проект, то есть у нас должно быть 6. К сожалению, все 6 мы не смогли, там, но это было связано с финансовыми коллизиями, коллизиями и так далее. На сегодняшний день существует уже 3. 2 мы бы установим еще в этом году. Работает на сегодняшний момент 2. А третий будет запущен в конце года. Вот. Ну, и все это, хочу сказать, что все это, вот этот инструментарий весь был создан под руководством, ну, тогда еще Юрий Юрьевич Балега у нас был, потом под руководством Валерия Валентиновича Лосюка, он тогда был директором, так сказать, в рамках вот направления мегагранта. Это поиск очень массивных звезд и черных дыр, промежуточных масс, фабрика Сергея Николаевича, ну, и вза планеты Я. Значит, я хочу здесь сразу сказать, так сказать, что вот этот комплекс, он создан, ну, я как бы себя тоже акцентирую, я тоже этим занимался, создавал, финансировал это дело. Но все-таки вот тот вид, в котором он сейчас существует, он благодаря вот усилиям Сергея Николаевича фабрики, моего учителя, моего друга, так сказать. Потом он, к сожалению, там, в 19-м году он сошел с дистанции, так сказать, по известной причине. Вот, ну, остались мы вот с Валерием, с Валерием Валентиновичем, так сказать, и сейчас мы продолжаем его развитие. Ну, и, наконец, да, вот так вот он выглядит на сегодняшний день. Вот теперь о результатах. Вот за период с 21 по 22 год проведены наблюдения двух площадок общей площадью 3 квадратных, более 3 квадратных градусов. Вот здесь одна из площадок изображена, это то, что мы получаем с помощью автоматизированного телескопа. Вот, и тут в данном случае, вот на данном конкретном карте у нас примерно 28 тысяч звезд, так сказать. Тут как бы из-за контраста мы все звезды не видим. Вот, но задача, конечно, поиска изопланет, она в первую очередь сводится даже не столько к инструментальным делам, так сказать, а вообще говоря, к интеллектуальным усилиям по созданию вот такого вот автоматического робота, который вот эти все тысячи, десятки тысяч звезд будет, так сказать. И вот здесь, собственно, вот те исполнители, которые, так сказать, занимались и инструменталистикой, и софтом, так сказать, по спектрографу и по автоматизированным телескопам. Это Валеев Азамат Фанилович, это ваш покорный слуга, Газимур Анварович, вот Италия, это Фласюк, Емелянов, Аткули, Митяне. И это все в коллаборации с Институтом космических исследований, значит, под руководством Олега Игоревича Кораблева и его отдел, так сказать, дальше Александра Таврова. И вот их аспирант Яковлев Олег, который совершил невозможное, так сказать, он вот и все, десятки тысяч звезд находят время, так сказать, обслуживать. Здесь приведен просто схематический пример одной из площадок. Вот смотрите, значит, мы наблюдали 24 390 снимков, так сказать, вот 30 тысяч звезд, да. Вот, то есть, чтобы вы просто понимали, так сказать, наблюдая вот в течение полугода одну площадку, нам потом нужно сделать около миллиарда фотометрических оценок, так сказать. Вот эта проблема нами была решена, причем решена была, на мой взгляд, очень качественно. Это вот второй участок. Ну и вот первые результаты, которые мы получили в контексте исследований экзопланет. Значит, вот внизу вы видите кривую блеск, звезды за все время наблюдений, так сказать, уже сфазированы после того, как мы нашли, так сказать, ее переменность. Демонстрирует, так сказать, классический стволообразный транзит, что говорит о том, что это, скорее всего, наверняка это планета. Вот ряд других, так сказать, экспозиций. Это 18-й, 14-й, 17-й звездные величины. Ну и вот один из объектов, который нам кажется наиболее перспективным в контексте того, что это планета. Вот мы и занимаемся сейчас изучением его на других телескопах. Кроме экзопланет, может быть, даже более важную функцию, так сказать, мы отмечаем, так сказать, тот факт, что мы обнаружим там очень много моря, сотни переменных звезд. Вот. И здесь вот вы видите, так сказать, это вот кривые, фотометрические кривые изменения блеска, так сказать, этих звезд. У меня вот эта картинка, честно, так сказать, здесь с одной площадкой 112 переменных звезд совершенно разных типов. Вот. У меня эта картинка вызывает такое эстетическое наслаждение. Вот я таких криво-кривых такого вот, ну, похвастаюсь, имею право. Я не видел такого качества. Пожалуй, понятно, когда у вас вот на одной этой картинке, у вас, так сказать, в данный момент 24 тысячи точек. Ну, такие кривые получаются. И это совершенно без участия человека, то есть, это робот все делает. Ну, и немножко о результатах по программе исследований экзопланет со спектрографом, так сказать. Вот здесь первое наше детектирование, это известная звезда Маскара-3Б, вот, кривая ее здесь. Там 400 метров в секунду, так сказать, у нее изменение лучевой скорости. Вот, и здесь на этой картинке наиболее показатель, конечно, это вот звезды стандарта, которые не показывают лучевых скоростей, звезды солнечного типа. И точность измерения лучевой скоростей там при каждой из них это 3-4-5 метров в секунду, так сказать. На сегодняшний день 3-4, там, 2-5 метров в секунду, это наша, как бы, ну, предельно та точность, которая объективная, которую мы, так сказать, достигли. Хотя, скажу, еще отмечу также, что внутри одной ночи объективная точность составляет 87 сантиметров в секунду. Там у нас пока есть проблема, так сказать, сохранить стабильность прибора. Поэтому после каждой ночи нам приходится наблюдать стандарты, чтобы каждую следующую ночь привязывать, ухудшает точность. Вот. Но в некотором, так сказать, будущем, я думаю, эту проблему мы решим. Не думая, а решим. Вот. Другие, так сказать, это кандидаты из каталога Кеплера, подтвержденный их планетный статус. И вот последний результат, сейчас он находится в Массу Нотис Леттерс, уже есть положительная рецензия, так сказать, мы подтвердили один из тестовских кандидатов, так сказать, нашли, увидели, так сказать, очень интересную планету с большим эксцентриситетом, что не совсем обычно для горячих Юпитеров. Вот здесь, так сказать, ее кривая лучевых скоростей, здесь ее фотометрический транзит. Ну вот, далее. Кроме, вот наш спектрограф, кроме детектирования, так сказать, доплеровских изменений, в том числе, мы занимаемся исследованием эффекта Маклафлина-Расситера, так сказать, это такая аномалия, которая возникает при прохождении экзопланеты по диску звезды. То есть, если плоскость орбиты экзопланеты перпендикулярна оси вращения звезды, то когда вот планета ползет, она сначала затмевает левую сторону, так сказать, планеты, это нарушает симметрию доплеровского профиля спектра, смещается. Вот, потом правое смещение, так сказать, вот такая S-образная функция, характерная, так сказать, для нас это тоже гордость. Почему? Потому что, чтобы наблюдать этот эффект, транзит это явление короткое, там, час, два, так сказать, и все. Вам нужно там пару десятков спектра получить, накопить и, так сказать, получить какой-то внятный результат. Вот, пожалуйста, вот мы на сегодняшний день на полсоветском пространстве пока единственное, потому что это наблюдать и использовать. Ну и вот структура проекта с заключением уже, так сказать, на сегодняшний день она такова, что у нас есть три уровня уже работающих, так сказать, на первом уровне стоят вот эти вот два обзорных телескопа, так сказать, на втором уровне это экспертные фотометрические телескопы, метрового телескопа Сауран, Кауровская обзерватория, Крымская обсерватория, Московского университета. Ну и в основании, в базе, так сказать, вот этого вот всего лежат спектроскопические аппаратуры на больших телескопах. Вот слева вот спектр, двухметровый телескоп Бунхенстанская обсерватория, справа БТА, в середине это телескоп СКГО двух, два с половиной метра. Ну у нас пока что мы совместно вот с СКГО еще не получили, но как бы уже, так сказать, рассматриваем и дальше будем. То есть ребята с нами хотят работать. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Спасибо огромное. Я еще раз хотел бы услышать. Как вы впечатываете спектр сравнения непосредственно в наблюдаемый спектр? Мы не поможем. А каким образом тогда вы получаете точность такую большую? Объясняю. Объясняю. Мы же это и шелескоптероскопия, то есть вот у нас порядок, так сказать, идут, и два оптоволокна. Одно оптоволокно, так сказать, нам дает спектр звезды, второе, которое рядышком, дает спектр сравнения. И вот они идут рядышком совсем друг с другом. То есть вам не надо использовать эту прозрачную кювету с торрическим водородом и так далее? Нет, но ее и как же. Я не знаю, о чем речь идет это тоже. Ну, спектр сравнений. Спектр сравнений с ториаргон. Ториаргон, да, ториаргон сразу наблюдается одновременно. Мы спектр не впечатываем. Вы не впечатываете. И это не мешает нормальной такой точностью? Да там, если есть какая-то сдвижка, она же постоянно. Ну, она же может меняться от температуры, от всего. Это главная проблема. термостабилизирована это раз. Во-вторых, вообще-то, вообще-то говорят, так сказать, она, если меняется, то меняется. Они буквально рядышком находятся. понятно. Обычный спектр в пятом. То есть, мы исследования проводили вот точность этой линейки, точность этой линейки 87 сантиметров в секунду. Это в течение ночи. Внутри точность определения. Да, да, да. От ночи к ночи, конечно, она хуже. Да, пожалуйста, на самом деле у меня есть несколько вещей, на которые я хотел бы обратить внимание. Ну, во-первых, и Геннадий Геннадьевич, и Газинур Анварович, они, когда работали в Корее, получили там большой опыт работы по спектроскопическим определениям и поискам планет спектроскопическими методами. Конечно, у них колоссальный задел, и они, по-моему, принимали участие в методике разработки программного обеспечения для измерения. Так точно, для йодной ячейки. С йодной ячейкой, да, поэтому здесь задел, конечно, большой. У меня было замечание вот такого, когда вы показываете, говорите на картинках уже не первый раз, что вы достигаете точности несколько метров в секунду, но у вас масштаб кривых лучевой скоростей для стандарта там 200 метров в секунду, там вот с картинок не видно, не очевидно, что вы достигли этой точности. То есть, если вы приводите картинки, покажите о масштабе 10 метров в секунду и покажите, что у вас стандарт действительно там измеряется. Хорошо, вот когда это будет документ. А так, конечно, да, по поводу того, что я говорил вчера, я специально подчеркнул и в абстракте, и в письменном виде, что, когда я говорил о наших результатах на полутораметровом телескопе, я говорил о первом обморожении планеты на российском телескопе с пектроскопическим методом. Я не претендовал на там автометрические методы, которые действительно до нас существовали. Это важно. И работы, которые выполнялись у нас в течение с 2007 по 2019 год, было вложено достаточно большое количество времени, наблюдать на ТТ-150 и методических усилий предпринято с турецкими и японскими коллегами для того, чтобы достичь 10 метров в секунду на шкале 10 лет, я подчеркиваю, в этой программе. И коллеги, которые японские, они нашли не одну планету, около пару десятков таких планет. И, конечно, они были гарантами того, что, то что вы говорите, там, конечно, могут пятна, магнитные пятна, и модуляция, может быть, не связана с планетой, но в том случае, о котором я говорил, речь шла о том, что там все-таки была обнаружена планета. Вот. А что касается вот этого проекта, я, конечно, его поддерживаю. Ну, я даже был экспертом ран, который был одним из тех, кто писал отчеты, вернее, не отчеты, а рецензии на тысячестраничные отчеты этой большой команды по мегагранту, поддержку его. Вот. И, конечно, этот проект нужно поддерживать. Единственное, что я хотел подчеркнуть, что есть две вещи. Одно дело, когда понятно, что поиск экзопланеты это такая ажиотажная вещь и является, ну, некоторым оправданием для налогоплательщиков, зачем мы вообще занимаемся, что это важно, что это нужно. И это, как говорится, надо об этом рассказывать очень широко и поддерживать друг друга и команды, которые работают. Но есть понятие гамбургский счет. И когда вот мы здесь собираемся вот в своем кругу, все-таки, ну, вот у меня вопрос остается открытым. Вот. В задачи поиска планеты, космогонии планет, она настолько разветвленная, это такое широкое дерево, что, ну, нужно аккуратно обсуждать, какую из задач космогонических в экзопланетах вы планируете решать с помощью тех спектроскопических средств, которые вы сейчас создаете. Потому что они, мне кажется, что вот спектрометр, который вы создали, он пригоден вообще для очень других задач звездной спектроскопии, астросейсмологии и куча других вещей, где требуется высокопозиционная точность. По-моему, мне кажется, нельзя все складывать только вот на поисках за планет. Там превосходный спектрометр, и надо обсуждать, куда он, где он еще может пригодиться. Поэтому я, конечно, желаю вам успехов и поддерживаю то, что вы делаете. Спасибо большое, Илья Фанферитович. Все-таки дайте мне возможность сказать, ответить. Значит, да. Я прокомментирую, ну, отвечу фактически на те вещи, на те моменты, которые затронуты Илья Фанферитовича. Начну с конца. Значит, по поводу задач. Вот абсолютно, конечно же, право, но мы ставили гораздо более широкую задачу. Если вы видите, проект это транзиенты, переменные звезды и экзопланеты. Причем большая часть результата связана, так сказать, с переменными звездами. Это первое, второе, так сказать. Мы являемся национальным институтом, и наша основная задача не свои проекты продвигать, так сказать, а обеспечивать вас соответствующим инструментариям, так сказать. Поэтому вот этот проект, он охватывает практически большую часть всех классических задач, так сказать, астрономии, так сказать. И он работает на них на всех. Вы видели вот эти кривые лучевых скоростей, вот я еще раз говорю, я не видел лучше. И это делается очень легко. То есть, это нажатие, вот это, то есть, это вопрос развития технологий, Ильфан Феритович. Вот, и поэтому, ну, понятно, тут, конечно, право, так сказать, что мы вывешивали экзопланетную задачу, чтобы на ней, так сказать, поспекулировать. Ну, а как еще по-другому? Ну, и по поводу лучевых скоростей, вот я показывал, ну, да, я согласен, масштабный тот, так сказать, 200 метров в секунду, но вот эти вот усы, они говорят о том, что там точно существенно ниже, существенно выше, так сказать, чем 10 метров в секунду. Вот, стабильность тут особой роли, на самом деле, не главное, чтобы стабильность была внутри одной ночи наблюдения. И потом с помощью стандартов, уже известных, они есть, так сказать, вы все, выстроите все, что вам нужно, так сказать, вот такая вот. Ну, а так, да, я согласен. Спасибо большое. Я хотел бы просто обратить внимание коллег на возможную связку теории наблюдений, которая и сегодняшних докладов вот мне показалась очень интересной. Таня Демидова в своем докладе говорила о образовании планет на наклонных орбитах в дисках. Вот Геннадий Геннадьевич показал пример наблюдения эффекта Расситера и Маклафлина, который, в общем-то, является инструментом для определения ориентации орбиты экзопланеты. Да, да, это верно. Это очень, вот сам по себе эффект, это вообще говоря, это не лучевая скорость, это аномалия, это ошибка такая. Это ошибка, она позволяет измерять относительно ориентацию орбиты, плоскости орбиты экзопланеты и оси вращения звезды. Вот в данном случае, то, что я вам сказал, 90 градусов. Это эффект, эффект, да. Да, и вот еще одно заблевание вещей, несколько вопросов, потому что проект совершенно замечательный, много продуктов, я бы немножко слов о технической поддержке, а именно имеется в виду сайт, доступ, вот это все как-то организовано. пока еще никак, но мы скоро будем это делать, то есть вот у нас первые результаты, мы сейчас думаем над архитектурой этого сайта, чтобы был доступ ко всем даже сырым данным, так сказать, и так далее, то есть наша задача такая, в общем, мы хотим поразить весь мир, вот мы же будет не только архив и вообще просто открытый архив, открытый для всех. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Проект Плохи Банда подавился следующий доклад от Багамада полиции Иван Мичкозов и Блинков Зотов и Блинков кандидат для планеты Дорогие слушатели, мой доклад посвящен изучению возможностей существования третьего тела в запменной двойной системе Фоллиры и этот доклад основан на двух работах. Одна из них вышла в майском номере астрономического журнала в этом году, куда как раз добавились данные ТЭС. Первая работа по этой теме была опубликована в 2015 году также в астрономическом журнале только по данным телескопа Кеплер. И уже после этой первой работы оптимистично настроенные коллеги сразу поместили в энциклопедии кезопланеты Фоллиры Б как подтверденную планету. конечно же это чрезмерно оптимистичная оценка также потом само открытие подвергалось критике я об этом скажу. Теперь давайте посмотрим на этот рисунок здесь я взял схему того какие могут быть планеты в системах кратных системах и звездных системах. Это три типа первые два достаточно давно рассматриваются в литературе это S-тип и P-тип S-тип это когда имеется двойная система и около одной из компонентов этой системы вращается в несолнечную планету и второй тип когда в несолнечную планету вращается вокруг сразу двух звезд одновременно. И вот оказалось уже фактически ввели третий тип который носит чисто гипотетический характер когда планета находится в четвертой или пятой точках вагранжа. Это как я уже сказал гипотетический тип а в первых двух случаях объекты имеются но несмотря на то что первый такой объект планеты Кеплер-16 была открыта уже более 10 лет назад тем не менее общее число их невелико и S и P-тип чуть-чуть более 20 штук подтвержденных то есть это редкий пока еще трудный для наблюдения открытий тип систем наша работа соответственно базируется на методе который развит был для двойных звезд для их наблюдения и работает фактически даже еще раньше с момента измерения скорости света ремером и он основывается на том что если вот есть центральная двойная система как здесь в центре на рисунке две звезды обращаются вокруг общего центра масс и вокруг них третья то двойная описывает тоже какую-то траекторию вокруг общего центра масс тройной системы если наблюдатель находится в плоскости этой двойной системы соответственно на луче зрения лежит плоскость орбиты или близко к нему то система может оказаться дальше или ближе соответственно время для того чтобы свет преодолел это расстояние может оказаться большим или меньшим чем среднее время которое требуется для прохода света от объекта для нас соответственно если система затменная то затмения могут наступать либо чуть раньше либо чуть позже и по наличию таких вариаций во времени затмений можно искать дополнительное тело что мы и делали в частности в системе FL-LIR FL-LIR это двойная звезда с звездными величинами как средней так и вне затмены так и в максимумах минимумах минимумах 1 и 2 то есть главным вторичным между 9 и 10 звездными величинами это означает что она попадала в зону действия как телескопов Кеплера так и аппарата ТЭС орбитальный период системы довольно небольшой там чуть-чуть больше двух дней но тем не менее это почти сферические звезды главной последовательности одна из них чуть побольше помассивнее солнце другая чуть полегче чем солнце на близких к нему спектральный класс я взял из одной из работ некоторые другие работы дают близкие к этому другие значения и наклонение орбиты этой системы то есть угол между картиной плоскости и плоскостью орбиты в данной системе оценивается примерно как 85 градусов эта система затменная но затменные не центральные здесь показана карта поля зрения телескопа Кеплер система туда попадает Кеплер смотрел эту область с 9 по 14 годы это программа так называемая К1 и до начала К2 когда сломались два гироскопа и в кеплерских данных были интересны те данные которые называются short cadence то есть отчет идет раз в минуту и некоторое количество кварталов такие наблюдения есть но правда по техническим причинам этого телескопа все-таки не во всех кварталах ТЭС наблюдает по-другому небо в отличие от Кеплера и время от времени наблюдает большую часть неба в какой-то промежуток времени здесь размечено сколько примерно на каждой из секторов небесной сферы приходится промежутков наблюдений и соответственно с момента запуска ТЭС до настоящего момента вот у нас есть несколько таких секторов с приведенной датой с которыми взяты данные и также можно было посчитать моменты минимумов соответственно моменты минимумов это могут быть главными и вторичными этот рисунок призван показать всю историю в том числе наземных наблюдений как сделанных с помощью приборов так и визуальных и здесь видно что старые данные обладают довольно большим разбросом данные которые приближаются к нашему времени обладают гораздо большим качеством и самая главная цель этого рисунка показать что здесь нет вариаций в наступлении моментов минимумов которые бы имели очень большой амплитуд или скажем большой период и соответственно если система затменная и третьего тела нет то с точностью до ошибок эти моменты минимумов должны лежать на прямой линии но тем не менее уже по результатам кеплера здесь красные кружки стало понятно что они точно на одной прямой линии не лежат и так как в силу того что нет такой прямой зависимости на больших промежутках времени то был сделан вывод что есть какое-то влияние дополнительного тела вероятно с периодом гораздо большим чем период наблюдения телескопа кеплер но относительно низкоамплитудное и уже спустя годы при наблюдениях ТЭС вот как раз позволили добавить это сиреневые кружки и можно увидеть наличие периода в этих изменениях наступления моментов минимума соответственно по первой работе оценка орбитального периода возможную существующего третьего тела была больше 7 лет по современным оценкам которые мы получили в этом году 22 года амплитуда святого уравнения меньше 10 секунд по 15 году и около 15 секунд сейчас мы оцениваем что нам дает минимальное значение массы этой планеты примерно 6 масс Юпитера ну и этот метод естественно он дает не саму массу а только нижний предел этой массы и потенциально конечно тело может быть более массивным но для этого угол наклона между плоскостью орбиты и плоскостью этого тела должен быть 60 и более градусов чтобы оно перестало быть планетным и стало сначала коричневым карликом потом уже может быть даже красным карликом кривая блеска данной системы достаточно сложный если взять спектр мощности в этой системе то видно что есть несколько разных периодов и здесь приведена кривая блеска ФЛИР по данным ТЭС она более наглядная и позволяет более качественно построить эту кривую блеск чем у Кеплера и мы видим что тут вот конечно есть вот большие провалы главный минимум вторичный минимум но еще есть некоторый ход кривой блеска вне затменной она там непостоянная звезда и это непостоянство может быть различным в различные промежутки времени такие изменения вне затменной может давать например пятно на звезде и несинхронное с орбитальным вращением этой звезды и также это может выдавать в частотную диаграмму дополнительные пики которые как раз нашли наши критики в 17-м году и утверждают что нашего периода нет но зато есть период 103 дня но вот эти 103 дня это скорее всего как раз больше всего похоже под данным тест на пятно на одно из звезд но тем не менее это не отменяет самой возможности наличия этого тела здесь вот явно различие между разницами между наблюдаемыми то есть измеренными моментами минимумов по наблюдениям Кеплера и ТЭС и какой-то линейной эфемеридой где в качестве эфемериды выступает буква С они явно больше чем разброс и все остальные ошибки также надо отметить что такая точность как 15 секунд определение момента минимума даже не что 15 секунд а 15-ти секундная амплитуда при точности в 1-2-3 секунды может быть достигнута скорее всего только с космическими данными для наземных наблюдений по крайней для двойных звезд обычно ошибки достигают 50 не то что ошибки а вот именно можно считать точность начиная с 50-100 секунд определения что для такого вот периода это слишком конечно вернее для такого для компьютера слишком низкая точность космические данные позволяют определить таким образом можно сделать вывод что скорее всего тела в этой системе существует мы нашли реальные существующие вариации моментов минимумов но естественно что точные значения параметров из очень большого периода еще только предстоит выяснить и конечно хотелось бы каким-то образом пронаблюдать при помощи других методов насколько я понимаю спектуральные методы в нашей стране точно не получится может быть какие-то другие потом в будущем спасибо за внимание какие методы какие методы определяют момент минимум методом вершинга или каким-то другим здесь очень узкие затмения поэтому здесь все равно сточет одна секунда чтобы определить надо очень разумные методы использовать расскажите два слова о методе используемый метод это программа Захаровой Козыревой которая в шестом году они этой программы моделируют кривую блеска берется минимальное расхождение между наблюдаемыми данными кривой блеска и кривой блеска синтезированный и уже исходя из этого ищется минимум этой кривой блеска а вот что-то можно сказать пока об эксцентриситете орбиты вот этой возможной эксплуатации или пока скорее всего он близок к нулю но учитывая такую большую неопределенность из-за высокого периода это не факт здравствуйте спасибо большое за возможности выступить и сегодня я расскажу о границе потенциального обнаружения окиси азота на экзопланетах с помощью обсерватории спектра изначально нужно сказать что мы решаем следующую задачу поиск потенциально обитаемых экзопланет путем характеризации их атмосфер не решаем а стремимся решить чтобы это сделать мы должны выделить некоторые условия обитаемости первое необходимые но недостаточные условия это то чтобы на планете существовала жидкая вода в атмосфере отсутствовал сильный парниковый эффект второе дополнительные к этим условиям это наличие единовременного достаточно доминантного содержания молеку молекулярного азота и молекулярного кислорода в атмосфере экзопланеты которые могут служить индикаторами биологической и геологической активности на планете третье кроме того было показано в недавних поработах что такая Н2О2 доминантная атмосфера может быть устойчива к высоким потокам в жестком ультрафиолетовом диапазоне от родительской звезды и существуют также исследования в которых выделяются потенциальные индикаторы такой Н2О2 доминантной атмосферы это молекулы Н2О НО НО2 вот мы решаем задачу берем молекулу НО и смотрим возможность ее обнаружения с помощью обсерватории спектр УФ в ближнем ультрафиолетовом диапазоне почему ближний ультрафиолетовый диапазон из наблюдений здесь вот представлены обсерватории показано что данные в данном диапазоне у окиси азота гамма полосы есть гамма полосы которые наиболее интенсивны в данном диапазоне в атмосфере земли и из этих наблюдений также моделей наблюдений выявлено что источниками образования окиси азота является излучение солнца в мягком рентгене это высыпание электронов в авроральных областях это дополнительный источник на тепловые атомы азота и джоуэльф нагрев во время геомагнитных штормов мы рассматриваем при решении задачи два метода это первый метод когда мы рассматриваем резонансное переизлучение в гамма полосах и делаем оценку для обнаружения во время вторичного затмения и когда смотрим пропускание через атмосферу экзопланеты во время первичного транзита вот в данном докладе я подробнее остановлюсь на втором методе что мы делаем сначала мы производим построение модели в данном случае пропускания для атмосферы земли потом масштабируем полученные результаты на экзопланеты суперземли субнептуны и экзоземли путем масштабирования лучевых концентраций окисиазот и дальше определяем время экспозиции для того чтобы зарегистрировать сигнал сигнал шоу 3 и мы считаем что вот оптимальное что мы можем получить в плане наблюдения это 120 часов наблюдения что мы делаем мы рассчитываем эффективную высоту в гамма полосах НО в атмосфере которая показывает разницу между геометрической глубиной транзита и реальной когда у нас планета плюс атмосфера здесь в принципе представлено выражение для эффективной высоты и для обнаружения для получения глубины транзита то есть поток вне транзита минус поток во время делить на поток вне чтобы рассчитать эффективную высоту мы используем модифицированную нами модель PyFoCADS это модель для расчета атмосфер планет и здесь мы учитываем не только ИНО но еще и поглощение в данном диапазоне молекулами молекулярного кислорода озона Н2О НО2 СО2 плюс учитываем релеевское рассеяние и добавляем гамма полосы стоит отметить что ранее в работе Бетремикс и Котленигер как бы все за исключением гамма полосы но как бы они рассматривали для атмосферы Земли впоследствии после того как мы рассчитываем эффективную высоту мы вычисляем оценку верхнюю оценку сигнал к шуму которая зависит непосредственно от глубины транзита и от сигнал к шуму звезды соответственно здесь стоит понимать что если у нас мы смотрим на излучение фотосферы в ближнем ультрафиолетовом диапазоне то сигнал к шуму здесь у нас уменьшается для маломассивных звезд но тут стоит также сделать заметку что глубину транзиту мы вычисляем не только на основе пропускания но мы учитываем также и флуоресцентную то есть резонансное переизлучение в гамма полосах но оно дает очень малый вклад менее 1% ввиду также эффекта резонансного самопоглощения в данных полосах все наши вычисления делаются в рамках ряда предположений первое мы предполагаем что на экзопланетах которые мы рассматривали образовалась устойчивая Н2О2 доминатная атмосфера то есть химический состав эквивалентен составу Земли потом мы говорим что химсостав остается неизменным для звезд родительских звезд разных спектральных классов это предположение мы будем учитывать работу над этим предположением мы будем делать в дальнейших работах также мы говорим что у нас сигнал к шуму определяется только статистическим шумом активность звезды не меняется во время транзита и между транзитами и расстояние до экзопланеты и звезды одинаково тут стоит учитывать что эти предположения достаточно важны и смотря на результаты работу нужно смотреть через призму данных предположений дальше масштабирование на другие экзопланеты мы делаем из первых модельных и наблюдательных ограничений по влиянию интенсивности высыпания электронов на образование ино и второе из условий обитания это громко сказано из изменения начальной плотности на уровне моря или в глубокой скважине где обнаружены бактерии и мы задаем лучевые концентрации для экзопланет экзоземель суперземель субнептунов которые впоследствии используем для расчета глубины транзита и вычисления сигналов к шуму в качестве спектров родительских звезд для вычисления сигналов к шуму у нас используется 8 спектров это база данных мускул для звезд МК с экзопланетами МК спектральных классов с экзопланетами это спектры из работ Сигура Atlas Peacles и ввиду нехватки полноценной выборки это также используются средние потоки Галикс на длине волны 231 нанометр которые взяты из каталога Ллойда для звезд с экзопланетами вот здесь представлены средние потоки в зоне потенциальной обитаемости для звезд которые мы рассматриваем тут стоит отметить что для полноты мы делаем такое достаточно грубое приближение некоторые звезды ну то есть планковский спектр рассматриваем но здесь в принципе для ближнего ультрафиолетового диапазона это грубое предположение и здесь в принципе те значения те звезды которые у которых нет скобок это есть планковский спектр и можно наблюдать что у нас тут различия ну на порядке увеличенные в ближнем ультрафиолете дальше переходим к результатам первое глубина транзита это свертка с разрешением спектрографа ЛСС обсерватории спектра что видно из данной картины первое у нас в диапазоне образования гамма полосы но существует своеобразное окно где эти полосы практически не блондируются то есть вот по центру по краям там у нас доминирует молекулярный кислород слева в смысле в более в сторону меньших длиннволов в сторону больших длиннволов доминирует поглощение озонов в полосах Хартли и из анализа порядка величины глубины транзита видно что глубина транзита нам лучше для маломассивных звезд более позднего спектрального класса это следствие из геометрической глубины транзита но сейчас также дальше поясню здесь представлены результаты граничные расстояния дорассматриваемых экзопланет удобно проводить анализ на основе расчета этих расстояний то есть это расстояние на которых можно затектировать наш сигнал гамма-полос при сигналах шумит тройка и времени экспозиции 120 часов вот при условиях на экзопланетах близким к условиям на земле у нас вот здесь вот для субнептунов предельное расстояние 2 парсек при этом ну здесь отсюда видно что для звезд солнечного типа у нас соответственно сигнал достигается лучше просто потому что у нас сигнал к шуму для самой звезды больше пути увеличения сигнала к шуму первое это либо искать либо предполагать изменения условий в N2O2 атмосферах экзопланет второе это искать маломассивные родительские звезды более позднего спектрального класса с высокими потоками в ближнем ультрафиолете вот если говорить про второй путь взять спектр Проксима Центавра и говорить 1x Проксима Центавра поток в ближнем ультрафиолете 10x взять солнечный поток и 100 солнечных потоков то конечно у нас когда мы берем солнечный поток у нас детектируемость улучшается и вот если пункт 2 тут у нас показано что если мы будем использовать солнечный поток для Проксима Центавра то мы сможем там детектировать экзопланету за 120 часов наблюдения еще как бы первый путь это изменение предполагаем изменение атмосферы самой экзопланеты и в этом случае можно пойти первое увеличить температуру увеличить шкалу высот что что это дает границы наблюдаемости в этом случае расширяются ну распределение но у нас просто увеличивается по высоте и тут до 5 парсек для суперземель до 20 парсек для субнептунов это вывод из таблицы граничных расстояний которые здесь приведем если посчитать для реальных экзопланет наши как бы оценки там показывают для Тао Китае 7 транзитов 96 часов для HD 192 310C 12 транзитов 115 часов еще один путь предположения это увеличение концентрации окиси азота в атмосферах экзопланет что может что может на это повлиять на это может повлиять увеличение интенсивности высыпания электронов в верхней атмосфере экзопланет дополнительным источником здесь является могут являться на тепловые атомы азота и увеличение нетеплового образования ино может как раз таки увеличить лучевую концентрацию что повысит наш сигнал к шуму за счет увеличения глубины транзита что влияет на интенсивность высыпаний активность родительской звезды снижение орбитальных расстояний но в пределах зоны потенциальной обитаемости и наличие экзопланеты только наведенного магнитного поля данные пункты это представление наших дальнейших работ кроме того можно рассматривать более крупномасштабные по времени источники это вулканизм и биологическая активность но в принципе у меня все вот я выводы озвучу что при условиях похожих на условия в атмосфере Земли мы можем наблюдать для планетности с помощью обсерватории спектр УФ с спектрографа ЛСС мы можем наблюдать планетную систему субнептун родительская звезда солнечного типа пределы расстояния 2 парсек это естественно модельный модельный вывод и ну как бы таких планетных систем в нашей окрестностей нет но если мы будем предполагать изменения в условиях в атмосфере экзопланет то как уже было ранее сказано мы можем получить наблюдательные условия которые способны для детектирования рассматриваемого сигнала спасибо я думаю как вам нет но это к тому что значит у меня вот какой вопрос но я так понимаю что это некая прикидка наблюдательных программ для эксперимента вы опирались здесь на реальные звезды и в частности у вас в списке была известная вспыхающая звезда адель льва и жутко активно активно вспыхающая звезда проксона центра это как-то надо учить вот как раз таки когда я объявлял конечно надо когда я объявлял размер предположения которые мы делаем мы говорим что вот в наших прикидках оценках активность звезды не меняется во время того как мы наблюдаем это наше предположение для максима этого это исполнится ну чаще последний вопрос пожалуйста спасибо поясните пожалуйста вот эти ваши 120 часов это же в 10 в 100 раз больше времени транзита а вам нужны именно 120 часов транзит вы их накапливаете это несколько транзитов вы должны знать моменты транзитов заранее да 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 Продолжение следует. 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 Значит, оригинальный автор, они выбрали данные фотометрического обзора Кельт с целью установления периода вращения этой звезды. Значит, это оказалась достаточно затрудненная проблема. Они указывают на величину в 42 суток и указывают, что в течение сезонов наблюдений периоды, которые они получают, различие с точностью 4 сутки. Это свидетельствует, по-видимому, о высокой пятенной активности звезды, которая, ну, скажем, если у вас время жизни пятна меньше, чем период вращения звезды, то определение не так легко выполнить. Кроме того, значит, авторы использовали данные Кека Хайрес по определению показателя индекса звездной активности параметром тромосферной активности, измеренного по линиям АШК кальция. Они также следовали периодограммы для этой величины, и там был найден пик ими для, после снятия трендов, какой-то обработки, 75 суток. Это примерно в два раза больше величины П. Но надо сразу сказать, что проблема определения периодов вращения звезд по индексам хромосферной активности имеет, ну, большие подводные камни, не так легко выполняется. Тем не менее, значит, им было сделано предположение о том, что более истинные это данные Кельта, и по этому периоду около 40 суток. Они сделали заключение долговременной переменности, мы о нем тоже более подобно потом говорили. Значит, мы взяли вот оригинальные данные с тем, чтобы не пользоваться там снятиями, оригинальные данные как есть. Вот на этих графиках представлены на верхней панели это по оси абсцисс, это время, а ординат это изменение индекса. Ну, уже видны сразу циклические, по-видимому, изменения, ну, скажем так, долгопериодические изменения хромосферной активности звезды. На средней панели представлен спектр мощности и шкала абсцисс дана в логарифмическом масштабе, чтобы легче увидеть долгопериодическую переменность. Она соответствует 3870 суток порядком. А внизу это дан участок спектра мощности, ось абсцисс в линейной шкале, как раз на периодах, где следует ожидать величины пики, характеризующие период вращения. Но ничего такого хорошего не видно, вот нами отмечается там пик 76, тех пиков порядка в 40 дней, по-видимому, нет в этой окрестностке. Все что угодно можно найти. Значит, мы использовали еще один набор фотометрических данных. Если данные ЭКЕЛЬ покрывали диапазон, временной интервал порядка 6 лет, то тут гораздо больший интервал. Это наблюдение японского обзора широкополосного Камагата. Тут порядка 12 лет. Видно тоже, что существует какая-то долговременная эпидеметрическая переменность этой звезды. И тут также устроена панель, на которой на средней диаграмме это спектр мощности в алгоритмической шкале, также виден пик соответствующий долговременной переменности. А на нижней – это вот периоды вращения. Ну, тоже указание там, скажем, на 40 суток, еще чего-то. В общем, вопрос о периоде вращения звезды следует считать открытым. Но можно, по крайней мере, точно сказать, что это, по-видимому, длительный период, это не короткий период. Значит, вот имея сведения о переменности звезды, можно попробовать оценить потерю вещества атмосферы планеты Б. Значит, я говорил, эта планета является субнептуном с массой порядка 7,6 массы Солнца и полуось 0,23 астрономических единицы. Ну, со временем такие экзопланеты теряют свою гелеводородную атмосферу. Ну, без детального моделирования мы использовали известную приближенную формулу, которую принято называть модель потери атмосферы с ограничением по энергии. Ну, и основные составные части этой формулы – это вот эффективность нагрева атмосферы, поток ультрафиолетовых фотонов и радиус, на котором поглощение ультрафиолетового излучения происходит в атмосфере. Ну, и также там здесь учинят различные родные эффекты приливного характера. Значит, основная там проблема состоит, например, с оценкой ультрафиолетового потока, которое должно падать на экзопланету. Ну, это вот отдельная проблема, о которой я просто несколько слов скажу. К сожалению, у нас нет сейчас на орбите спутников, которые могли бы мерить ультрафиолетовое излучение в этом диапазоне. И все, чем пользуются все теоретические приближенные исследования по формулу и точные расчеты – это некоторые аппроксимационные калибровочные формулы. Когда измерения, ну, в прошлом выполненных измерений спутниковые калибруются, например, потоками излучения в линиях, которые наблюдаются с помощью космического аппарата «Хаббл». Очень много в этом отношении сделал Джефф Линский и его, так сказать, люди, работающие с ним. В последнее время очень много делает в этом отношении Кевин Пранс. К сожалению, значит, нужны все равно специальные ультрафиолетовые наблюдения, которые тоже для многих родительских звезд сейчас найти трудно. Но вот в последнее время появились аналитические зависимости, полученные с участием тоже Кевина Франца, Луки Фассати, которые связывают наблюдаемую величину. Это вот как раз индекс хромосферной активности, они калибровали, вернее, так, они ультрафиолетовый поток калибровали в индекс хромосферной активности, который, в принципе, наблюдаем в Земле. И вот для этой звезды существует, как я говорил, наблюдение Хайрес-Скека, и их можно тоже перевести в параметр алгоритмы РОШК хромосферной активности и, соответственно, получить ультрафиолетовые потоки. Несмотря на то, что это звезда спектрального класса К, она старая, я сказал, но она достаточно активная для своего возраста. Вот медиальное значение вот этого индекса хромосферной активности составляет минус 4,72, а вот в самом обширном каталоге индексов хромосферной активности для звезд поздних спектральных классов, который был, значит, получен Боро-Саики, там несколько более высокая величина, и вот расхождение между ними, возможно, связано с различными способами калибровки наблюдаемых величин в логарифме РОШК, либо с изменением хромосферной активности, потому что данные получены в разные эпохи. Вот на верхнем рисунке представлено, если мы, сейчас я уже кончаю, на верхнем рисунке как раз и представлены оценки темпа потери массы планеты Б, если мы возьмем вот эти измерения, полученные на КЕКИ, и здесь мы видим, что эти со временем темп потери массы изменяется. Видно, что в логарифме построены диаграммы для этих изменений, ну что вообще темп потери массы составляет где-то от 7,5, логарифм величины от 7,15-7,50 с медианным значением 7,30. Значит, вот это логарифм массы потери грамм в секунду. Сейчас я на следующей таблице приведу более... Значит, вот тут внизу есть сведена такая таблица, в которую указано, что если... Да, если мы возьмем, например, одинаковое значение расстояния, скажем, соответствующей большей полуосе орбиты, вот это первые верхние строки, то изменение потери вещества атмосферы планеты будет составлять, меняться от 2 единиц на 10 седьмой до 5,2 на 10 седьмой, примерно в 2,5 раза изменяется, только за счет изменения того, что у вас циклы активности звезды меняются, и это приводит к тому, что темп потери вещества будет меняться. А если мы постараемся учесть, что у нас звезда находится на эксцентрической орбите, то при... Значит, это две нижние строки, то при расстояниях в 0,13 астрономической единице и 0,34 изменений будет гораздо больше, они будут соответствовать примерно в 7 раз изменениям будет, то есть звезда будет в 7 раз, приближаясь к родительской звезде, в 7 раз более эффективно терять свою атмосферу. Ну, заключение я не буду говорить, я сформулирую, значит, двух пунктов. Независимо от того, что будете ли вы пользоваться упрощенными формами, о которых я говорил, или проводить точные расчеты, вам необходимы сведения об активности вашей центральной звезды. И второе, если вы хотите говорить о эволюции атмосферы экзопланеты, вы неизбежно столкнетесь с тем, что вам необходимо знание об активности вашей звезды. Все. Пожалуйста. За какое время атмосферу, я... За какое время при ваших оценках атмосфера полностью... Это трудно сказать, потому что мы не знаем, к сожалению, какая была в молодости активной звезды. Это нелинейный процесс. И мы не знаем темпов восстановления атмосферы, которая тоже может иметь место. То есть вы таких оценок не делаете? Мы не можем. Я говорю, вам нужно знать эволюцию. А можно вопрос, да? Пожалуйста, говорите. Можно вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, на вариации параметра SHK и на периодичность потери массы звезды влияет только сама активность звезды и эксцентричность ее орбиты или также наличие компаньона карлика, субкарлика? Да, спасибо. Наличие компаньона карлика не влияет, потому что он очень далеко. Я не сказал, извините, забыл, что можно и для него оценить темп потери, но поскольку он очень далеко, он порядка 10 минус 6 грамм в секунду. А, понятно. Вот, но поскольку он расположен далеко, он никак не влияет. Да, еще я хотел обратить внимание в том, что у этой звезды нет вспыхивающей активности, что существенно облегчает проблему оценки потери. Так, пожалуйста, еще вопросы. И я хотел бы тоже спросить, получается, как некая важная проблема... Да, некая важная проблема для того, чтобы оценить возможность возникновения жизни для планет с большим инститетом или еще в двойных системах. Вот как с этим нынче стоит дело? Ну, естественно, что нужно учитывать о том, что условия, при которых происходит облучение звезды, могут меняться со временем. И, естественно, какие-то, во-первых, экстремальные явления типа вспышек могут приводить к тому, что они будут разово изменять темп потери вещества и разово влиять на формирование молекулы и в том числе даже жизни. И другая проблема может заключаться в том, что в ходе эволюции спектральный состав, который приходит от центральной звезды, он тоже со временем меняется. Если взять на очень больших масштабах времени... А? Ну почему, если это звезда... Ну, это к-звезда, но есть и другие звезды. Молодое Солнце, например, которое... Да, сейчас Солнце и молодое, оно... Наши не молодое. Да, наши не молодое, но есть аналоги, которые очень молодые. Которые... Молодые аналоги нашего Солнца обладают суперспышками. То есть, конечно, там это все нужно учебывать. Спасибо. Спасибо, да. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. У нас продолжается тема околозвездной юдийской экзопланеты. И сейчас, после обеда, у нас первые два доклада на дистанте. Первый доклад из Челябинского и Уральского университетов Наталья Сергеевна Каргальцева с Харебрахмановым в качестве соавтора расскажет нам об эволюции головного момента в процессе коллапса магнитных вращающихся прото-звездных облаков. 15 минут. Просим начинать. Спасибо. Здравствуйте. Надеюсь, меня слышно. Вначале я хочу сказать спасибо за возможность дистанционного выступления. И начну. Мы занимаемся численным моделированием прото-звездных облаков. Поэтому вначале скажу про эти облака. Прото-звездными облаками мы называем ядра молекулярных облаков, гравитационно связанные. На данном слайде показан пример таких облаков справа в инфракрасном спектре. Слева карта плотности таких облаков. Их наблюдает огромное количество. Поэтому уже определены характерные параметры. В текущем докладе нам важны параметры именно зависимости удельного углового момента от радиуса. В данном случае для прото-звездных облаков эта зависимость показывает, что облако вращается практически твердотельно. При этом известно, что прото-звездные облака, предполагается, что они в дальнейшем эволюционируют в молодые звездные объекты класса 0, которые ассоциируются с прото-звездой, окруженной небольшими прото-звездными дисками, с плюснутой оболочкой и присутствуют в них характерные истечения. Для молодых звездных объектов зависимость удельного угла момента от радиуса показывает уже дифференциальное распределение. У нас в центральной части вращение происходит приближе на Кеплеровскому, а на периферии ближе к твердотельному, что сопоставимо с прото-звездными облаками. При этом этот переход от прото-звездного облака к молодым звездным объектам невозможно пока что наблюдать, поэтому этот процесс возможно только смоделировать. В начальный момент прото-звездное облако прозрачно к собственному инфракрасному излучению, поэтому, когда он сжимается, температура не сильно изменяется, и первую стадию принято считать изотермической. Известно на данный момент, что коллапс прото-звездных облаков имеет неоднородный характер с зависимостями, которые показаны на слайде. Мышку, извиняюсь, видно, когда я вожу? Извините. Не слышу. Надеюсь, что видно. Облака в процессе коллапса имеют такое свойство сжиматься вдоль магнитного поля и оси вращения. Современные исследования в основном посвящены аккреционным стадиям, когда уже в процессе изотермического коллапса сформировалось ядро и оставшаяся уплощенная блочка аккрециирует на прото-звезду. Исходя из этого, в численном моделировании существует основная проблема на данный момент, проблема катастрофического магнитного торможения, которая связана с тем, что магнитное поле отводит угловой момент из центральных частей прото-звездного облака. И когда это магнитное поле слишком сильное, то оно может препятствовать образованию кеплеровских дисков, прото-звездных дисков. Этот эффект может ослабиться амической диффузией, магнитной, амбиполярной диффузией, турбулентностью и другими эффектами. Также определено, что наиболее эффективно магнитное торможение на изотермической стадии. Поэтому для решения данной проблемы необходимо исследовать коллапс, начиная с изотермической стадии. Мы ранее уже определили, что к концу изотермической стадии облако принимает иерархическую структуру. Справа показан рисунок. Цветом изображена плотность. В конце изотермической стадии у нас формируется сплюснутая оболочка. Внутри образуется квазимагнитостатический первичный диск. И от этого диска к периферии двигается быстрая ударная МГД волна. При этом размеры первичного диска сопоставимы с уплощенными оболочками молодых звездных объектов класса 0. Поэтому предполагается, что протозвездные облака могут быть резервуарами массы магнитного потока углового момента для дальнейшего формирования протозвездных дисков. И таким образом исследование свойств первичных дисков может быть решающим для решения проблемы катастрофического магнитного торможения. Также первичные диски влияют на распространение углового момента. Здесь показан расчет с умеренным магнитным полем. Цветом показан удельный угловой момент. В процессе коллапса у нас в центре формируется первичный диск, показан на зеленой линии. Далее на его границе накапливается удельный угловой момент. И далее отводится быстрый ударный МГД волной к периферии. В случае с сильным магнитным полем наблюдаем аналогичную картину. Но за счет того, что магнитное поле начальное сильное, у нас формируется уже большой первичный диск. И еще до окончания изотермической стадии быстрый ударный МГД волна успевает достигнуть границу протозвездного облака и выбросить часть углового момента в окружающую среду. Облако становится квазимагнитостатическим. Также предыдущие наши результаты показывают, что наклон радиального профиля удельного углового момента может помочь в определении эволюционной стадии наблюдаемых протозвездных облаков. Так как в процессе коллапса данный профиль он меняет свой наклон, отражая тем самым переход от твердотельного вращения к дифференциальному вращению. И в данной работе нам целью данной работы стала исследовать эволюцию углового момента при различных начальных параметрах. Мы провели расчеты с различным начальным распределением плотности, с различной угловой скоростью начальной, с учетом амбиполярной диффузии. Исходя из этого определили эффективность отвода углового момента в зависимости от начальной магнитной и вращательной энергии. И проанализировали ионизационную структуру облака. Рассматриваем мы сферически симметричные магнитные вращающиеся облака одной массой и 10 кельвинов. Начальное распределение плотности у нас пламеровское. Для того, чтобы сравнить зависимость от неоднородного распределения плотности, мы меняли степень в формуле пламеров. Стандартно мы для всех расчетов берем степень равной двойки в соответствии с автомодельными решениями коллапса. В данном случае выбрали еще меньшие значения для сравнения. Магнитное поле у нас вычисляется из условия в мороженности. Начальными параметрами для облака служат отношения тепловой, магнитной, вращательной энергии к модулю гравитационной. Тепловой у нас параметр постоянный, магнитный мы используем соответственно умеренное магнитное поле и сильное магнитное поле. И вращательные параметры взяли в данном диапазоне. Главное, что у нас облако неравновесное. И выбрали, исходя из этих параметров, у нас получились начальные характеристики облако, как показано на слайде. Расчет у нас вычисляется уравнение магнитной гидродинамики с учетом биполярной диффузии. И данная система уравнения решается численно двумерным МГД кодом ENLIL. И в коде степень ионизации рассчитывается с помощью модели ионизации Дудрова и Сазонова. Начнем с сравнения расчетов с различным показателем степени в пламеровском распределении плотности. Здесь показано четыре расчета с одинаковыми параметрами, но разными степенями. К 0,5, 1, 1,5 и 2. Это в начальный момент времени четверть облака цветом показано распределение плотности. Голубая линия показывает границу облака. Видим, что при степени равные показатели степени равные двойки, у нас наиболее неоднородное облако получается. Сам коллапс протекает практически одинаково. Отличие, что к концу изотермической стадии, если сравнивать расчеты с меньшим и большим показателем степени, то у нас увеличилась оболочка протезвездного облака и размер первичного диска в два раза больше, если опять же сравнивать меньшую степень и большую. Именно полутолщина первичного диска увеличилась. При сравнении удельного углового момента вдоль радиуса видим, что в принципе сильных изменений не произошло, но в центральной части, опять же, если при увеличении от меньшего показателя степени к большему, у нас уменьшился в центре удельный угловой момент на один порядок. На данном слайде показан полный угловой момент для расчетов с различными магнитными параметрами и вращательными параметрами. Видим, что без магнитного поля эта черная линия у нас не теряется удельный угловой момент. В случае умеренного магнитного параметра красная линия у нас полный угловой момент уменьшается практически на 40% и при увеличении вращательного параметра происходит небольшое изменение, но главное меняются размеры первичного диска и оболочки протозвездного облака. При увеличении вращательного параметра оболочка у нас уменьшается, уменьшилась практически в два раза, а полутолщина первичного диска наоборот увеличилась в два с половиной раза. В случае с сильным магнитным полем у нас уменьшился полный угловой момент почти на 90% при увеличении вращательного параметра особых изменений не произошло, поэтому мы делаем вывод, что при отношении магнитного параметра к вращательному более 20 вклад центробежных сил несуществен по отношению к электромагнитным силам. И у меня последний слайд, это степень ионизации. Приминуты у вас, включаю вопрос. все, это последний слайд, это степень ионизации сравнили с нашими прошлыми расчетами однородного облака и текущие неоднородные облака, и получилось, что в случае начального неоднородного распределения плотности у нас в конце изотормической стадии формируется мертвая зона со степенью ионизации 10-13, то есть в конце изотормической стадии могут быть существенные дисципативные эффекты. И у меня все, выводы, которые мы получили, что эффективность переноса углового момента увеличивается при росте начального магнитного параметра, независимо от начальной вращательной энергии отводится одинаковое количество углового момента при заданном магнитном параметре, при увеличении начальной скорости вращения и показателя степени в пламеровском распределении плотности размер первичных дисков увеличивается и в процессе коллапса неоднородного протезиозного облака к концу изотормической стадии формируется мертвая зона. Вот у меня все, спасибо за внимание, пожалуйста, ваши вопросы. Так, коллеги, есть время на парочку вопросов. В зале желающие есть задать вопрос? Не вижу ни одного. На интернете есть желающие задать вопрос? Там что-то в чате. В чате? Ну, в чате я обычно не смотрю. Нет, нет. Ну, пустой чат. Показалось. Нет, там ничего. Так, ну, еще раз поблагодарим докладчикам. Спасибо. Следующий докладчик Нодар Вахтангович Бартая с тем же самым савтором Хайбрахмановым. Пожалуйста, запускайте вашу презентацию. Так. Так. Видим. Голос попробуйте. Алло, алло. Плоховато что-то. Ну-ка, еще раз. Что-нибудь более светлое. Отступим. Ну, вас слышно плоховато, по-моему, скажем. Плохо? Я постараюсь говорить погромче. Может быть, нет, наоборот. Вот сейчас было неплохо. Так, поехали. Я представляю доклад о динамике троизальных магнитных силовых трубках в аккреационных дисках молодых звезд. Звезды образуются в результате фрагментации последующего коллапса протезвездных облаков. В результате коллапса на поздних стадиях образуется уплощенная структура в виде диска. Существует множество подтверждений наблюдательных тому, что молодые звездные объекты имеют диски вокруг себя. Одними их свойств наблюдательных является то, что они могут быть переменными и наблюдаются из них истечения и даже коллимированные джеты. Согласно теории остаточного магнитного поля диск рождается с полем родительского облака, которое является его крупномасштабным полем. Во внутренней области диска, где высока степень ионизации, может происходить генерация троидального поля и одним из возможных механизмов отвода избытка излишнего магнитного потока является магнитная плавучесть. Магнитная плавучесть или неустойчивость паркера, которая у нас проявляется, когда у нас есть слой жидкости, градиент плотности и градиент магнитного давления. На рисунке представлен пример моделирования, где МСТ, магнитная силовая трубка, находясь в конвективной зоне солнца, всплывает вверх к поверхности и расширяется. Это модельное описание наблюдаемых на солнце протоберанцев. Здесь приведен критерий развития неустойчивости типа паркера. Ранее авторами исследовались МСТ в аккреционных дисках. На данном слайде приведено два расчета. На верхнем представлена динамика МСТ в тепловом равновесии со средой. Снизу представлена динамика с учетом теплообмена между МСТ и средой. Основное различие, которое видно в динамике, то, что в изотермическом случае МСТ сразу же всплывают к верхней кромке диска, а в случае с учетом теплообмена МСТ также всплывают, но могут останавливаться на какой-то определенной высоте и осцеллировать в зависимости от параметров. Здесь варьировался начальный радиус. Также другими авторами ранее исследовалась динамика и кольцевых МСТ в применении к диску черной дыры. Оказалось важным исследовать эволюцию большого радиуса МСТ кольцевой и на рисунке. Также приведен пример динамики МСТ с различными начальными радиусами мы видим что они всплывают в диски также могут сдвигаться по радиусу и стягиваться к звезде. В данном случае авторы рассматривали в очень экстремальных случаях аккреционные диски вокруг черной дыры. Мы рассматриваем аккреционные диски молодых звезд. В данном случае рассмотрим аккреционный диск вокруг звезды массой одной масс Солнца. В диске присутствует остаточное магнитное поле радиусского облака который составляет компонент УБЗ. Диск геометрически тонкий и оптически толстый. В области более высокой степени ионизации из компонента УБЗ генерируется троидальная компонента УБФИ и мы согласно теории о магнитной плавучести рассматриваем поле как отдельную магнитную силовую трубку внутри которой сосредоточен поток Здесь на иллюстрации показано МСТ в диске она характеризуется своим давлением плотностью температурой и магнитного поля На данном слайде приведено уравнение динамики сверху приведено уравнение движения с учетом сил плавучести сил сопротивления силы магнитного натяжения и силы внешнего давления Ниже представлены параметры используемые для расчета внутренних характеристик МСТ это ее радиус магнитное поле требование баланса давлений и мы рассматриваем случай эффективного теплообмена поэтому у нас температура снаружи трубки всегда равна температуре внутри то есть температуре среды Радиальная структура рассчитывается по модели аккреционных дисков Дудорова и Брахманова здесь приведены характерные профили для области высокой степени ионизации где мы можем считать магнитное поле в мороженом вещество вертикальная структура диска рассчитывается из условия гидростатического равновесия с адиабатическим условием состояния здесь введен параметр H это шкала высоты аккреционного диска уравнение динамики решаются численно с помощью метода Рунгикута четвертого порядка на слайде вы можете увидеть начальные параметры которые использовались для расчета структуры диска и здесь конкретные значения это расстояние от звезды плотность в экваториальной части диска температура температура короны магнитное поле и шкала высоты в астрономических единицах здесь указаны параметры которые задавались как начальные параметры для магнитных силовых трубок это их начальный радиус по отношению к шкале высоты и плазменная бета которая показывает нам насколько сильно действует магнитное поле уравнение интегрируется численно и структура согласованно рассчитывается на каждом временном шаге на этом слайде представлены результат моделирования здесь представлены траектории движения МСТ которые стартуют из области с 0.4 астрономических единиц от звезды показаны траектории МСТ с различным начальным радиусом при сильном магнитном поле бета равно 0.1 более толстые МСТ с начальным радиусом 0.1 шкалы высоты резко всплывают к верхней кромке диска и продолжают свое движение в короне МСТ с меньшим начальным радиусом сильнее стягиваются к звезде и в случае с сильным магнитным полем их скорость может превышать локальную скорость звука и в данном случае составляют более 20 километров в секунду серыми линиями показана 1-2-3 шкалы высоты фотосфера аккреционного диска находится примерно на расстоянии 2-3-2-7 шкалы высоты здесь приведены профили плотности и радиусов МСТ в зависимости от высоты в диске высота в шкалах высот слева самые тонкие МСТ однотысячная шкалы высоты посередине средней и самые толстые с 0-1 шкалы высоты самые крупные МСТ резко всплывают вверх выше чем диск видно более мелкие за счет того что они стягиваются к звезде они достигают меньших радиусов общее у них движение то что они со временем МСТ любых начальных размеров они в любом случае расширяются и двигаются вверх если МСТ меньшего радиуса они могут стягиваться к звезде за счет силы действия натяжения магнитных силовых линий и на финальном слайде покажу вам траектории других МСТ мы провели серию расчетов на разном расстоянии от звезды с разными начальными параметрами также радиуса видно что характер их движения общий то есть качественно более крупные всплывают вверх более тонкие стягиваются к звезде мы делаем отсюда вывод что во внутренних областях диска МСТ могут влиять на магнитное поле системы диск звезда МСТ могут служить затравкой для последующих наблюдаемых истечений и также могут объяснять наблюдаемую переменность молодых звездных объектов с дисками то есть в работе была разработана модель динамики посчитана динамика магнитных силовых трубок показано что они всплывают из диска и могут образовывать рассеивающуюся корону диска при сильных значениях магнитного поля МСТ могут достигать скоростей превышающих скорость локальную скорость звука максимальные скорости достигают нескольких десятков километров в секунду также всплывающие МСТ можно рассматривать как механизм отвода излишнего магнитного потока из внутренних областей связываем их с образованием истечений что они могут служить затравкой спасибо большое за внимание докладчик сэкономил некоторое количество времени есть временно вопросы прошу выходите здравствуйте спасибо за доклад я хотел уточнить вот если посмотреть на результаты вашей модели на больших высотах на плоскостью диска вертикальных я имею ввиду то может вот этот эффект быть причиной коллимации джетов то есть собственно там же рассматривается теория то что дисковый ветер коллимируется вот как раз таки силовые линии находящиеся на больших расстояниях от звезды они дают вот раскрытый конус дискового ветра а то что стягивается как показывают ваши результаты ближе к звезде оно вот может как раз таки на больших высотах на плоскостью диска приводить коллимации джетов наблюдаемых вот связывали этот эффект с этим но чтобы сказать об этом точно нужны дальнейшие исследования вообще конечно это да связано и похоже на то что всплывающие мст во внутренней части области будут дальше взаимодействовать с магнитосферой звезды что как-то может именно связываться с тем что образуется коллимированный джет спасибо не на этой стадии спасибо за вопрос так Андрей Соболев просит слово вопрос такой у вас довольно высокие скорости всплытия но видно что определенные трубки движутся к звезде с какой скоростью они движутся к звезде и можно ли это как-то наблюдательно увидеть и проверить джеты мы скорости меряем а вот движение в диске это другой разговор ну скорости там которые были указаны это скорости сразу же по компонентам то есть 20 км в секунду это если она двигается у нас в сторону диска это как раз в сторону диска будет скорость как-то шустро ну как-то наблюдается ну как в наблюдательных проявлениях я не знаю как такое проверить ну где это вот все происходит там во внутренней части плоскости или там на поверхности диска такие где это внутри диска на ну до его верхней кромки то есть один порядка одного двух аж вот это внутри диска не в экваториальной плоскости выше спасибо больше острова так коллеги вопросы еще в зале есть нет на интернете есть нет благодарим еще раз спасибо так следующий доклад автарева анастасия андреевна и валер иван шиматович за три минуты я вам прощу на выше на две минуты добрый день уважаемые коллеги сегодня я хочу представить результат нашего исследования по влиянию звездного ветра на нетепловое бегание атмосферы горячей экзопланеты племенци и сначала напомню что звезда на атмосферу экзопланет может влиять двумя путями это звездным ветром и жестким ультрафиолетовым излучением разительской звезды здесь обращаю внимание конкретно на звездный ветер звездный ветер запускает процессы перезагорядки протона звездного ветра так называемый подхват распылений и воздействует на иносферный отток но в случае если планета имеет магнитное поле также есть такой эффект который можно назвать механическим влиянием звездного ветра это поджатие атмосферы в определенный момент звездный ветер может достаточно сильно поджать атмосферу и сделать ее закрытой так что убегание в направлении планеты звезда происходить перестанет существовать то есть убегание может произойти только в так называемом кометно-подобном хвосте мы рассматривали перезарядку протонов звездного ветра на примере экзопланеты Пин Монсиль и здесь представлена схема процесса то есть сверху на на атмосферу движется звездный ветер это поток протонов ионов водорода по-другому в области перезарядки атмосферы это место где концентрация протонов атмосферного газа становится меньше чем концентрация атомов водорода и в этом случае процесс перезарядки и вот этот процесс движется быстрее и становится превалирующим в этой области происходит перезарядка протонов звездного ветра с образованием энергетически нейтральных атомов водорода с высокими энергиями далее эти энергетически нейтральные атомы водорода продвигаются вглубь атмосферы и начинают сталкиваться с атмосферными компонентами в нашем случае в нашем исследовании это был тепловой водород просто водород с энергией температуры окружающего газа в этом случае у нас происходит вот такой процесс у нас rog Hue H то есть энергетически нейтральный водород сталкивается с тепловым водородом и образуется энергетически нейтральный атом водорода с потерей энергии и горячий водород надтепловой водород который отнял энергию энергетически нейтрального в этом случае в нашей области исследований И в атмосфере экзопланеты получаются три фракции водорода. Это NH, это водород с энергиями больше 100 электронов вольт, если так совсем грубо поделить. Это горячий водород от 1 электронов вольта до 100 электронов вольт. И это тепловой водород с энергиями меньше 1 электронов вольт. И в ходе вот этого процесса, как написано, у нас образуются два потока высокоэнергетичного водорода. Один движется вверх, второй движется вниз. Вниз движется поток NH, вошедших от звездного ветра, образующихся от входящего звездного ветра. Вот здесь он движется вниз, каскадом захватывая собой водород из окружающей среды. И его спектр можно увидеть вот на этом рисунке, на этой вставке, это синяя линия. Это поток вот этого надтеплового и сверхтеплового водорода, движущегося вниз. При этом в этом процессе может произойти ситуация, когда у нас, скажем так, водород отражается обратно. То есть водород начинает двигаться в обратную сторону, и у нас образуется поток водорода, движущийся вверх. И далее мы представлю здесь кинетическую модель, которая нами была исследована. Мы брали область атмосферы экзопланеты Пимен-Си от четырех радиусов планеты до восьми и шести радиусов планеты. И исследовали в этой области процессы столкновений NH с тепловым водородом и с образованием горячего водорода. И дальше уже столкновение горячего водорода и NH-потерявших частичную энергию тоже между собой с тепловым водородом. Процесс перезарядки протонов звездного ветра происходит, в нашем случае происходит выше, чем область исследований примерно на 18 радиусах планеты. Для исследования кинетики и переноса атомов водорода использовалось кинетическое уравнение Больцмана, которое в дальнейшем решалось с помощью метода Монте-Карло. Функция источника QNH задается только на верхней границе. Дальше у нас считается, что NH с помощью спектра звездного ветра мы получаем образовавшийся NH. Здесь он представлен в виде черной линии, это именно спектр энергию и нейтральных атомов водорода, вошедших на верхней границе исследуемой области. И дальше уже в самой исследуемой области дополнительно используются только функции источника для на теплового водорода. Здесь представлены расчетные спектры потока высокоэнергетичных атомов водорода. Как я уже ранее говорила, их можно формально разделить на NH сверхтепловой водород и надтепловой водород. Данные спектра представлены для восьми радиусов планеты. И вот эта черная линия, это на восьми-шести радиусах планеты, то есть это на верхней границе исследуемой области. У нас получается входит вот этот поток энергетически нейтральных атомов водорода с заданным спектром. И дальше он меняется. И если посмотреть на синюю область, то примерно чуть больше, чем пол радиуса планеты, он уже пробежал в атмосфере, спектр движущихся вниз поменялся. Пики хоть и остались примерно на тех же местах, но ушли вниз. И у нас образовался более пологий спад, который характеризует собой энергетически нейтральные атомы водорода, потерявшие энергию, то есть деградировавшие. И поэтому получившие, теперь имеющие более слабую энергию. При этом образуется пик, еще один, в области низких энергий, который соответствует как раз образованию на тепловых атомов водорода в столкновениях. На данной высоте, синий напоминает то, что движется вниз, красный это то, что движется вверх. На данной высоте суммарный энергетический поток вниз получился равен 13,2 эрга на сантиметр квадратный в секунду. Вверх при этом движется всего 0,2 эрга. И если сравнить эти потоки с потоком изначально входящих NH в исследуемую область, составляющую 32,7 эрга в сантиметр квадратный в секунду, то получается, что к этому моменту, то есть за чуть больше, чем полрадиуса планеты, съелось или ушло куда-либо 60% энергии. При этом 40% движется вниз от этого числа, и 0,6% энергии было переотражено, включая все нижние слои. Получается, что разница, то есть остаток от входящей энергии, составляющей 19,3 эрга, идет на нагрев атмосферного газа. Здесь представлены изменения энергетических спектров нисходящего и нисходящего потоков атомов водорода. На правой, получается, панели представлены восходящие потоки, на левый – нисходящие для разных высот. Можно сделать вывод, что спектры носят существенно неравновесный характер и сильно отличаются от спектров, которые должны были быть в случае локального равновесия. Так, черные линии – это тоже как раз спектр входящих NH в атмосферу для сравнения. Здесь уже представлены численные значения в таблицах на чуть большем количестве высот, чтобы можно было сравнить, как изменяется суммарный нисходящий поток энергии атомов водорода в разных фракциях, то есть вот здесь представлены первые два столбика – это атомы водорода надтепловые, образующиеся в процессах столкновений, а последние два столбика – это поток энергии или поток частиц атомов NH вводящих в атмосферу и изменяющихся с процессом движения к поверхности планеты. Здесь уже представлены суммарные восходящие и нисходящие потоки и также их процентное соотношение к энергии NH, проникающие через верхнюю границу исследуемой области. И можно заметить, что на верхней границе вверх отражается всего 2,3% энергии от входящего потока. То есть поток, который предположительно мог бы быть достаточно сильным от воздействия звездного ветра, составляет не так, чтобы много. И вся оставшаяся энергия, которая вошла вместе с протонами звездного ветра, она ушла именно на нагрев окружающего атмосферного газа. И здесь также представлены вот эти потоки. Есть несколько перегибов, которые как раз связаны с изменением средней кинетической скорости, средней кинетической энергии суммарной фракции надтеплового водорода. Здесь также представлены концентрации компонентов атмосферы. Это тепловой водород и тепловые протоны атмосферного газа с коэффициентом 1 сотой. И надтепловые протоны и надтепловой водород. То есть горячий водород плюс NH. Здесь же представлены массовые скорости и средней кинетической энергии для надтепловых фракций. Ну и перейдем к заключениям и выводам. Через верхнюю границу исследуемой области атмосферы убегает поток атомов водорода равный 1,5 на 10 в 9 сантиметру минус 2 секунды минус 1, что соответствует энергии в 1,76 ЭРГ, что составляет всего 2-3% от входящего в исследуемую область энергии потока НОА, то есть энергетически нейтральных атомов водорода. И значит остальная часть энергии ушла на кинетическую энергию атомов окружающего газа, что приводит к общему нагреву атмосферы. Расчеты были проведены для условий спокойной звездной активности, но при сильном звездном ветре или корональных выбросах массы эффект от воздействия звездного ветра становится сильнее, в то время как для теплового и нетеплового убегания он, наоборот, из-за эффекта сжимания атмосферы убегание атмосферы, тепловое и нетепловое, становится слабше. Спасибо за внимание. Я вновь употреблю правом председателя. Слушайте, у вас в названии названо конкретно планетой. Вы о ней вообще не словили, я сказал. Что это? Это Пи столовой горы? И планета С в системе Пи столовой горы? Вы все время сравнивали вроде с ней, но вы не назвали ни массу, нигде она находится. Да, я признаю, я, кажется, забыла этот слайд вставить. Просто перед этим несколько раз рассказывала про нее же, но с другим эффектом. Это планета Пимен-Си, она субнептун и находится около звезды практически солнцеподобной. То есть там один и один масса Солнца и сама планета – это примерно два радиуса в руле. Выходи. Да, она… Выходи. Шесть соток месяцев здесь. Так, Антон Микаучева, Паузу, задает. 0,6. Скажешь, Пауза, вы исследовали устойчивость ударных фронтов? И вот потому, что звездный ветер, вот солнечный ветер, он очень неоднороден. Но и, видимо, звездный ветер тоже неоднороден. И это должно приводить к деформации ударного фронта и турболизации. Так что вот все эти регулярные, так сказать, задачи, они все существенно меняются. Вот в случае столкновения звездных ветров в двойных системах с массивными звездами, там как раз важнейшая проблема – это вот устойчивость этих фронтов столкновений. Потому что неоднородность ветра приводит к тому, что все болтается, эти фронты, все перемешивается. То есть это вот нужно обязательно наустойчивость исследовать стабильность этих фронтов. Спасибо за вопрос. Мы пока не исследовали нестационарную систему. То есть у нас пока исключительно стационарные расчеты. То есть мы считаем, что поток постоянен и не изменяется со временем. И следующий наш шаг – мы собираемся как раз исследовать нестационарные системы, где как раз уже идет изменение фронтов столкновений. Так, мы выбились из времени, но у нас есть вопрос на интернете. Прошу этот вопрос задать и коротко, если нет. Кто хотел задать вопрос на интернете? Нет, эта рука давно горит. Он забыл, забыл опустить руку. Все? Все, благодарим. Последний доклад. Мансур Ибрагимов. Экзоастероиды в системах с нейтронными звездами слэш черными. Ну, Мансур объяснит, что это значит. Даю объяснение. Я буду рассказывать про экзоастероиды в системах с нейтронными звездами слэш черными дырами. Последнее слово пропало, но тем не менее, я думаю, догадались. Собственно говоря, многие мои коллеги, ну не многие, а некоторые мои коллеги спрашивают меня, а вот экзоастероиды – это прям такой термин существует, да? Вот я стырил, так сказать, у Марка Виата, очень такого представительного гранда из Института астрономии Кембриджского университета. Это теоретик, который занимается и вот Дебрис дисками. Дебрис – это вот разрушенные диски. Это те диски, которые остались после образования планетам, всего остального. Осколочные, как еще называют диски, экзоастероиды и экзокометы. Как видите, причем это презентация 2008 года, и как видите, как бы все честно, термин существует, употребляется. И, безусловно, сразу следует начать, что никаких прямых наблюдений экзоастероидов, и тем более там в системах с компактными объектами, конечно же, на современном этапе мы получить не можем. Но есть события, и я горячий сторонник того, что эти события могут свидетельствовать, они называются красные вспышки, эти события могут свидетельствовать о наличии вот этих вот малых экзотел, как в нормальных звездах, так и в системах с компактными объектами. И я вот расскажу о красных вспышках в компактных системах. Три системы – это практически весь арсенал исследованных компактных систем с компактными объектами и красных вспышек в этих системах. Несколько больше вспышек и систем наблюдалось у нормальных звезд, красных вспышек, но я расскажу только об одной системе, и это, собственно говоря, сделано главным образом по моим исследованиям. Далее расскажу об открытии Дебрис-диска, ну я уже не буду переводить, да, Дебрис, понятно, что Дебрис-диск у одиночной нейтронной звезды, вот пионерская работа была в Nature опубликована в 2006 году, и я просто, может быть, кто-то знает, но я больше не слышал о том, чтобы у одиночных изолированных нейтронных звезд открывались вот такие разрушенные Дебрис-диски. И очень коротко, буквально, что называется, в один пару слайдов расскажу о связях между красными вспышками и Дебрис-дисками. Собственно говоря, вот она эта работа, первая пионерская работа, сделанная для В-404 Цыгни, это рентгеновская двойная с черной дырой и повторная новая, и вот во время ее вспышки в 2015 году индийский, точнее говоря, британский астроном с такой индийской фамилией, Пашок Ганхи, он является руководителем этого проекта и руководителем этого направления, решил использовать прибор, который называется Ультракам, это сверхбыстрый такой цифровой фотометр. Его основное достоинство, то, что он может работать с миллисекундными экспозициями, с миллисекундными, и при этом очень приличная чувствительность, да, видите, вот отсчеты, пару тысяч отсчетов в секунду для звезды 18 величины, но при условии, что этот прибор будет подвешен у телескопа порядка вот четырехметрового класса. И вот В-404 Цигни они исследовали с помощью вот этого трехканального Ультракама на телескопе Вильяма Гершеля, 4,2 метра, и вот обратите внимание на название, да, вот я его специально и привел, и перевел, да, красным цветом, невероятно быстрый и красный, очень эмоциональное название. Я понимаю так, что его команда просто, ну, фигурально выражаясь, офигела, да, когда получила эти результаты, и они говорят о субсекундных оптических вспышках В-404 в пике по Ирчане 2015 года. Ну, собственно говоря, картинки самого Ультракама здесь тоже приведены, вы видите, да, вот трехканальный фотометр, один канал строго под синюю полосу, другой канал под G-полосу, и третий канал, он там варьируется, и можно три разных фильтра, R, A и Z, вот Словновские фильтры здесь используются. И, собственно говоря, вот сами результаты наблюдений, четыре ночи наблюдалось, июнь 20-е, 21-е, 25-е и 26-е. И если вот первые три даты, причем внизу секунды, то есть тут наблюдение порядка, порядка там часов или чуть-чуть больше, а слева это отсчеты показаны, да, и если первые три ночи наблюдения были такие, ну, как нормально, так сказать, переменная звезда себя ведет, то вот в последнюю ночь 26-го, видите, кривые блеска распушаются. И вот в R это распушение особенно сильно заметно. И вот здесь вот приведен последняя дата, 26 июня 2015 года, и это уже не в каунтах, это уже в магнитудах. И мы видим все три кривые блеска, U, G, U, G и R, соединенные, сближенные вместе, чтобы вы имели представление. И вот обратите внимание, вспышечки видны, да, вспышечки порядка полувеличины, полувеличины, и особенно, так сказать, хорошо заметны они, и вообще, так сказать, амплитуда очень такая распушенная получается именно в красной области, в R-полосе. А вот, собственно говоря, вот этот последний участок, который справа, 800-секундный участок, приведен здесь вот в более таком зумированном варианте, в центре сам участок, вверху 100-секундный зум, и вот видите, вот показаны, да, я надеюсь, там видно, что именно зумируется, и центральная часть, вот 10-секундный зум внизу, и посмотрите, буквально лес, лес красных вспышек на 100-секундном зуме, и очень сильная вспышка на вот 10-секундном зуме, и мы хорошо видим ее субсекундную природу, очень короткая продолжительность. И авторы сумели определить, что энергия этих вспышек, удивительное дело, она порядка нескольких единиц на 10-36-й. И я вот должен сразу сказать, что все красные вспышки, которые вот я нарыл в литературе и сам наблюдал, они вот начиная от 36-й и выше. И вот нам Мария Михайловна рассказывала, что 36-й, это уже вот сразу вопрос возникает, надо разбираться с системами и так далее. Вот для красных... Энергетику, да, вспышки, да, природа вспышек совершенно разная. Но при всем при этом, что характерно, для красных вспышек от 36-й и выше. Да, продолжаем. Второй объект, здесь уже НТТ-телескоп 3,6 метра, ультракам, у нее в марте 2018 года была вспышка, объект называется МАКСИ-1820. МАКСИ-1820, собственно говоря, тоже вот приведен, здесь не написано сколько, да, ну, примерно 2 часа, да, полтора часа наблюдалось, и вот приведен 200-секундный сегмент этих наблюдений и зум, 5-секундный зум, и вы видите вот в центре этого зума такая очень могучая вспышка, одна из самых сильных вспышек, которые наблюдала в системах с компактными объектами. Дельта МАКСИ составляет 1,6, и при этом эта вспышка имеет структуру. Она красная, видите, вот там видно, что амплитуда в соседнем фильтре зеленом уже меньше, но при всем при этом вспышка продолжалась 0,3 секунды, и вот несколько пиков у нее. Продолжаем. И вот это вот еще одна совершенно такая потрясающая картинка, сделанная уже на свифте, 1858 объект, мало понятный, пока непонятно какой природы, были свидетельства о том, что она маломассивная рентгеновская двойная, но неподтверденная, и, соответственно, здесь авторы, вот картинка сама приведена, отнаблюдали два явления как бы рядом. Это 48-минутный, так сказать, сет наблюдений, единственный. И, к сожалению, вот была единственная стандартная статья по В-404 Цигне, ну, что называется, опубликованная и такая прореферированная и так далее, а все остальные результаты, они разбросаны по астрономическим телеграммам. И мне вот буквально приходится охотиться за этими результатами. И вот это тоже в астрономической телеграмме не дошло, дело еще до статьи, но, тем не менее, здесь вот понятно видно, вот два стрипа, один левый стрип, другой такой побольше и пошире правый стрип. И авторы утверждают, что это голубые и красные, так сказать, изменения. Причем голубые изменения, на следующем слайде это хорошо видно, вот они сопоставлены здесь вместе, прозумированы, да, и голубые изменения ведут себя так, как и положено голубым изменениям. Это вот правый график, видите, вот такое значительное повышение ву и спадание амплитуд в красную часть, а красные изменения, красная вспышка, она порядка пяти секунд длится, имеют совершенно кардинально другую природу. Мы видим красный максимум, мы видим падение амплитуд в синюю сторону, а самое главное, мы ву видим затмение, мы видим антивспышку. И вот если, как говорится, правая часть еще как-то может быть синхротроном объяснена, и авторы там пытаются, особенно вот в статье ПВ-404 Цигни, которую они опубликовали, это, к сожалению, пока единственная статья, они там пытаются привлечь синхротрон, у них что-то получается, чтобы объяснить отдельные, так сказать, участки кривой блеска, но ничего не получается, когда они в цвета переходят, то вот вспышки, вот эти вот, которые здесь на левом графике показаны, вы никаким синхротроном никогда не объясните, потому что не может вам синхротрон одновременно давать и красный максимум, и синие затмение. По крайней мере, вот интуитивно похоже на правду, и, соответственно, остается понять, что это такое. Собственно говоря, это я уже перешел, я уже закончил с компактными системами и перешел в нормальные звезды, и вот я там обещал одну систему показать. Эта система называется I-EXOFIU, двойная система, причем главный компонент К1 гигант, второй непонятно какой, его спектр никак не проявляется, он только в фотометрии, причем жутким избытком в У-Б просвечивается, и у него наблюдались две вспышки, вспышка в 92-м году и вспышка в 93-м году. Любопытное дело, красные вспышки у нормальных звезд показывают рекуррентность, правда, с очень большими временами, в год примерно, через год они повторяются, а в компактных системах эта рекуррентность гораздо чаще представлена. Там Лес, помните, был УВ-404. И вот обратите внимание, что это, пожалуй, наиболее такая красивая и классическая, я бы сказал, картинка для I-EXOFIU, красный максимум две величины. У этой вспышки 68 минут наблюдалась вспышка, две величины. Дальше идет понижение амплитуд, и в УВ мы опять наблюдаем антивспышку. Больше, чем на одну величину. Вот. И вот вы, пожалуй, первые люди, которым я показываю эту картинку, и мне очень приятно, что это все происходит на нашей российской конференции в такой уважаемой организации, как Московский университет и, соответственно, его астрономический институт. Это первая картинка, где проводится сравнение между красными вспышками в нормальных звездах и красными вспышками в компактных источниках. Я, конечно, сделал самые такие красивые, самые представительные картинки. Слева вы видите, собственно говоря, морфология одинаковая, и основные отличия в нормальных звездах единичные события, а в компактных источниках множественные события. Энергетика одинаковая там, соответственно, и длительность отличается у них. Пойдем тогда быстро дальше. Вот, собственно говоря, все, что я нарыл в литературе по красным вспышкам нормальных звездов, четыре объекта, шесть вспышек, и вот надежность их не вызывает сомнений. Пять человек на четырех телескопах, в трех обсерваториях, и я пропускаю особенности и скажу про самую главную особенность. Три красных. Это красный максимум, красные амплитуды и красные цвета. И вот, собственно говоря, красные цвета вот на этой картинке для АЕКС-ФИУХИ наиболее хорошо изучены. Ой, простите, здесь не видно, да? Может быть, вот стрелочка. Видна стрелочка, да? Вот эти вот точки, видите, вот они выбрасываются. Вот они на У-Б и, соответственно, на Б-В, В-Р. Вот они где находятся. И двуцветная диаграмма. Двуцветная диаграмма, построенная по собственным цветам для всех синих вспышек. Это вот как раз из монографии Гершберга, правда, до 2015 года у меня не было более, так сказать, современной книжки. Очень хочу ее у вас приобрести. И для вот единственной вспышки АЕКС-ФИУХИ. И вы видите, вот какая кардинальная разница, да, в поведении цветов для звездных синих вспышек и для вот красной вспышки, которая наблюдалась у АЕКС-ФИУХИ. Ну и для полноты картины осталось рассказать о том, что красные вспышки, ну, здесь они не называются красными вспышками, а, так сказать, ударные вспышки экзоастероидов наблюдается в инфракрасной полосе. Две работы сейчас есть. Пока только две работы, к сожалению. Одна вот 2014 года на Спицере сделана, другая вспышка на ВАЗе сделана. И вот видите, да, здесь приведена кривая блеск, кривые блеска их. И видно, что эти вещи происходят и наблюдаются в инфракрасном диапазоне. Собственно, теперь я перехожу к Дебрис-дискам у одиночных нейтронных звезд. Ну, вот все остальное я пропускаю. Левые фотографии. Это вот та самая знаменитая работа 2006 года, когда Дебрис-диск был открыт у одиночной нейтронной звезды. Это аномальный рентгеновский пульсар, 4-ю, вот здесь приведены его сведения. И по расчетам авторов диск этот должен иметь порядка 10 масс Солнца и характерные размеры от 3-х радиусов Солнца до 10-ти радиусов Солнца. Ну, и, собственно говоря, я уже приближаюсь к концу. Сравнение параметров. Все, что я вам рассказал и все, что я вам накопал, вот мы сравниваем слева приведены параметры для нормальных звезд, для компактных систем. И вот обратите внимание, зеленым выкрашено все то, что похоже. То есть энергии, амплитуды в максимуме, прекрасность, узотмение. Это все, как говорится, и в нормальных системах, и в компактных системах работает и есть. А вот красным выделено все то, что вот отличает их. Во-первых, это количество вспышек в нормальных единичных, а в компактных множественные вспышки и радиусы дисков. То есть размеры дисков нормальных – это вот несколько астрономических единиц, а в компактных порядка 5 радиусов Солнца. И если вот отвлечься от уже замученного синхротрона, который применяется, а взять экзоастероиды и вот долбануть их друг об друга, да, и, как говорится, посмотреть, что получится, то сразу получается для компактных объектов два эффекта. Эффект хоккея – это вы вот эти вот гигантские футбольные поля нормальных дисков сужаете до хоккейной коробки, которая, так сказать, у компактных систем, и у вас на 4 порядка, вот даже если эти цифры используют, на 4 порядка уменьшается площадь. И при этом по Кеплеру на порядок повышается скорость. То есть у вас уменьшилась площадь и увеличились скорости, поэтому эффект хоккея. И вот в такой очень плотной и очень быстрой ситуации у вас все бьется там непрерывно и получаются метеорные дожди. Вот я их так как бы образно назвал, эффект хоккея, эффект метеорных дождей. Вот тот самый лес, который мы наблюдали, это, скорее всего, метеорный дождь, вызываемый именно эффектом хоккея. И я уже практически кончаю. Вот мои выводы, да. Красные вспышки у нормальных объектов – это единичные ударные вспышки экзостероидов, а красные вспышки, это, так сказать, по моей интерпретации, красные вспышки в компактных системах – это метеорные дожди от вспышек экзостероидов. И если я окажусь прав, то красные вспышки у компактов можно интерпретировать как свидетельство наличия экзостероидов в системах с нейтронными звездами и черными дырами. И это мой самый заключительный слайд. Сегодня, как это неудивительно, день, международный день астероида. Я его не придумал. Я ни термин не придумал. Я не этот день. В 2016 году, в декабре, Генеральная ассамблея ООН объявила, задекларировала этот дом. Ну и, соответственно, я вот хочу прям ответственно заявить, что экзостероиды имеют значение. И на этом закончится. Мансур Агварович единственный, кто не уложился в Ащи. Так? Поэтому один единственный вопрос, если очень важно. Вот черепачук хочет, пусть спрашивает. Больше никому не дам. В внутренних частях эккреционных дисках в рентгеностных новых в активной стадии там огромная температура. Там же рентген, там миллионная температура. Как там могут быть астероиды? А они должны быть внутри, потому что они должны вращаться с большими скоростями, чтобы кинетическая энергия преобразовала. Я тоже все время думаю об этом. А как они сохраняются при температуре миллион градусов? Хороший вопрос. Что касается гибридисков у одиночной нейтронной звезды? Но там может быть, там может быть какой-то адвокационный диск, а кресло не идет, и там могут быть какие-то... А здесь-то... А расстояние не способно, если это все-таки 10 градусов Солнца? Ряд ли способно. Не знаю. Ну, мне кажется, это мало... Еще раз благодарим. Я благодарю всех докладчиков этой... Я благодарю всех докладчиков конференции. Я благодарю ГАИШ за организацию этого замечательного мероприятия и предоставляю слово для подведения итогов академику Анатолию Михайловичу Черепущу. Так, дорогие коллеги, ну, сначала несколько цифр. Статистика конференции. Всего в конференции приняло 108 участников. Из них 25 дистанционно. Причем участники были, включая коллег из Армении, Азербайджана и Узбекистана. То есть у нас конференция с международным участием настоящим. Было сделано 67 устных докладов, из них 9 дистанционно. 28 стендовых докладов, из них 11 тоже дистанционно. Ну, качество участников. Значит, Баксанская нейтринная обсерватория 1, ГАИШ плюс МГУ 15, ГАО РАН 2, ИКИ 1 доклад, ИНОСАН 21 доклад, ИСФЗ и СОРАН 1 доклад, ИТЭП 1, КРАОВ 7, КФУ КАЗАН 12, ННГУ имени Лобачевского 1, РГПУ имени Герцена 7, САВА РАН 14, СПГУ 2, УРФУ 3, ФИАН 3, Челябинский университет 2, Бюроканская обсерватория 1, Шамахинская обсерватория 4, И Астрономические институты Академии на Косбекистане 5. Вполне активно участвовали иностранные коллеги в нашей конференции. Ну, мне дано 15 минут, поэтому я должен очень бегло подытожить конференцию, потому что если бы больше дали, я конспектировал все, я мог бы доклад сделать. Да, но все равно неудобно затягивать, люди уже устали. Итак, у нас что радует? Прежде всего, много молодежи. И молодежь не пассивная. То есть молодежь активные докладчики и активные задаватели вопросов. Заметьте, они не стесняются. Вот мой аспирант, например, Шапошников, он доклад сделал и два раза выходил, хотя он аспирант первого года. И тем не менее, он мужественно, так сказать, несмотря на волнение, выходил, задавал вопрос. Это очень отрадно. Много наблюдательных работ ИСАО, КГО, КРАО, Казани. Также были радиоастрономические работы, испущенные и так далее. Но надо сказать, что кроме высокого качества наблюдательных работ, конечно, уровень этих наблюдательных работ соответствует тому оборудованию, которое у нас есть. Мы не можем рассчитывать нам на программу James Webb телескопа, там на Space телескоп, даже там на какие-нибудь там VLT и так далее. У нас свои телескопы, я об этом сейчас скажу. Вот, но, так сказать, ну, по крайней мере, в пределах тех возможностей, которые у нас есть, уровень наблюдательных работ очень высокий. Также и высокий уровень теоретических исследований и уровень интерпретации наблюдений. Теперь про программу. Программа очень продумана. Значит, в этой программе фактически рассмотрены все аспекты физики звезд. Ну, прежде всего, наблюдательные аспекты, прогресс наблюдательной астрофизики. Дальше рассмотрены фундаментальные параметры звезд. Дальше атмосфера звезд с точки зрения теории наблюдений. Дальше магнитные поля звезд, вспышечная активность звезд, переменные пульсирующие звезды, тесные двойные системы, поздние стадии эволюции и компактные объекты, и околозвездные диски, и, так сказать, экзопланеты. То есть все аспекты физики звезд фактически рассмотрены. В этом заслуга, конечно, оргкомитета, потому что он вот очень тщательно подошел к формированию этой программы. Ну, в каждой программе можно упомянуть просто несколько результатов. Я не буду все подробно описывать. Но, например, прогресс наблюдательной астрофизики. Ну, конечно, тут надо отметить нашу лидирующую обсерваторию САО, где ведутся работы по высокотехнологичным методам, разработке высокотехнологических методов наблюдений. Значит, вот это совершенно уникальный стихограф оптоволоконный, значит, с разрешением порядка 100 тысяч, который уже фактически вступил в строй. Вот это автоматизированная система, которая, так сказать, переменные звезды наблюдают, и экзопланеты, и так далее. Ну, САО – это как бы центральная обсерватория страны. Она всегда была рассчитана не только на свои наблюдения, но и на разработку методик. В том числе вот они новые классы ПЗС приемников разрабатывают и так далее. Теперь, значит, какие у нас здесь проблемы вот были сформулированы. У нас проблема с адаптивной оптикой. Проблема с дефракционными решетками большого размера. А также проблема с детекторами большого размера. Ну, также мы заслушаем список задач для спектра ОЭФ. И, конечно, пожелаем руководителям этого проекта, чтобы он был в ближайшее время реализован. Далее идет часть, фундаментальные параметры звезд. Ну, здесь очень подробно рассмотрены были у нас звезды, молодые звезды с дисками. Это многолетние циклы работ, вот в Крау, в частности, и так далее. Но показано, что диски вокруг молодых звезд рассасываются там за время порядка двух миллионов лет. Очень часто использовались данные ГАИА, последний релиз, для калибровки эффективной температуры, значит, калибровки параметра звезд, главной последности. Значит, определение расстояний с помощью ГАИА и сравнение их вот с методом межзвездного поглощения, в том числе критика была тоже этой ГАИА, вот, межзвездное поглощение, кривая межзвездного поглощения по титану, по линиям титана. Широкие пары звезд с использованием ГАИА, тоже статистика наведена. Дальше идут атмосферы звезд теории наблюдений. Ну, здесь речь идет о физических параметрах атмосфер АП, БП звезд. Значит, звезды с аномалиями химического состава, где, значит, дифференциальное разделение элементов, они очень тихие, мало вращаются, нет микротурбулентности, сильные магнитные поля, и поэтому там диффузионное разделение элементов происходит, которое не меняет интегральный химсостав, но на поверхности перераспределяет элементы вот в виде пятен и так далее. Ну, конечно, огромное количество было результатов по не-ЛТР-анализу атмосфер звезд. Здесь, конечно, Казанская школа, она лидирует, и методики доведены до совершенства. Хотя надо сказать, что сейчас в мире имеется с десяток, по крайней мере, программных комплексов, которые позволяют не-ЛТР-анализ проводить. Но важно, вот правильно отмечалось, что не-ЛТР-анализ настолько тонкая вещь, это практически искусство. Поэтому если применять стандартную программу, то можно наломать дров. То есть к каждому объекту надо подходить индивидуально, и те программные комплексы, которые существуют, надо настраивать на решение конкретной задачи. Вот. Ну, конечно, проблема лития звучала, и, конечно, проблема атомных данных. Вот был хороший доклад, так сказать, по атомным данным. Я не называю фамилии, чтобы никого не обидеть, коллеги. Вот. Теперь, значит, далее магнитные поля. Ну, здесь, конечно, группа ЦАО, Романюк с коллегами. Вот. Значит, очень интересно, что 50% химически-пекулярных звезд имеют магнитные поля. Вот вывод о реликтовой природе магнитных полей. Таких магнитных переменных звезд на основе анализа ассоциации Орион-ОБ-1. Дальше идет вспышечная активность звезд. Вот. Значит, волновые процессы во вспышках на Солнце, мощные звездные вспышки, достигающие, значит, вот средняя вспышка на Солнце 3-5 на 10-32 р в секунду. А вот, так сказать, есть вспышки, которые достигают 10-35-й, 10-39-й эргов. Громадные, так сказать, совершенно вещи, которые, если у нас произойдут, то будет тяжело. Но Марья Михайловна нас успокоила и вселила в нас. Ой, 10-37-й. У меня просто мелко написано. От 10-35-й до 10-37-й. Извините, правильно. Но Марья Михайловна нас успокоила, что нам вроде бы там такие штучки нас не заденут. Вот. Ну, значит, также субтерогерцовое излучение, значит, Солнца и звезд на очень коротких, так сказать, временах, порядка 30 секунд рассмотрено было. Это вот вспышечная активность. Ну, конечно, природа физическая, вспышек была тоже, был доклад, соответствующий, теоретический. Кстати, весьма такой феноменологический. Было очень мало сказано о физике, больше говорилось именно о наблюдательных проявлениях. И было высказано пожелание нам побольше наблюдать и в каком смысле наблюдать и так далее. Далее, значит, у нас пошли переменные и пульсирующие звезды. Значит, ну, вот, конечно, очень важно это изменение периодов цифиид или рит как функция возраста этих объектов. Вот было отметено, мне очень нравится, что отмечен вот этот кумулятивный эффект, который Дингтоном был подмечен, когда вы применяете метод ТО-минус С для объектов, у которых есть внутренние изменения периода, то ошибки могут накапливаться и приводить к тому, что даже при наличии постоянного периода у вас может получиться параболический график по минус С. Мы тоже с этим сталкиваемся, потому что в тесных двойных системах тоже бывают сбои в периодах, но они небольшие. Там в основном часы задаются орбитальным движением, поэтому этот эффект, он не такой существенный. Вот, но очень, конечно, интересные доклады по тесным двойным системам. Это, конечно, у нас такая богатая область, где ГАИШ имеет определенные приоритетные результаты. Вот, очень понравилась история работы Гудрайка, Гершеля, Лапласа. Оказывается, Гершель впервые увидел орбитальное движение звезд в двойной системе, а Лаплас посчитал статистику и привел аргумент в пользу того, что физически связанные двойные звезды должны существовать. Это очень интересно. и много конечно было методов интерпретации наблюдений, разные диапазоны и тесные двойные системы, рентгеновская астрономия и тесные двойные системы, эволюция и тесные двойные системы, гравитационные волны. Кстати, вот сейчас обсерватория Лайга, она, так сказать, уже находится в режиме наблюдений после года настройки. они улучшили чувствительность, сейчас идут наблюдения и скоро наверное будут публикации. Правда, там после наблюдений до публикации полгода проходят, потому что обработка очень сложная от этих самых языков. Ну, кстати, если говорить о гравитационных волнах, то вот вышла статья про открытие длинных гравитационных волн с помощью миллисекундных пульсаров. Идея была предложена нашим сотрудникам Мишей Саженым, который, к сожалению, недавно скончался. И наш директор, Ксатан Александрович Послов, участвовал в международной программе. С 15 лет велись наблюдения сбоев периодов миллисекундных пульсаров, по которым был сделан вывод, что все-таки наше пространство время дрожит на характерных временах, там, многие-многие десятки лет. Это длинные гравитационные волны, скорее всего, это слияние сверхмассивных черных дыр. А может быть, это космология, может быть, это остаток от инфляционной стадии Вселенной. С этим надо разбираться. Вот это имеет отношение тоже к двойным звездам, потому что двойные сверхмассивные черные дыры, это двойные системы, там, если это аппарат двойных систем, он тоже работает. Ну, далее, конечно, важнейшие, интереснейшие в физическом смысле результаты, это поздняя стадия эволюции звезд и компактные объекты. Ну, конечно, сверхновые, вот был очень хороший доклад по сверхновой типа 87А, было интересно услышать, что есть сверхновые, которые в пять раз больше, чем стандартная энергия во время вспышки, так сказать, сверхновой звезды, это сверхновая Резда. Вот, ну, вот, отмечено было, что еще Иосиф Самолч-Кловский подметил, что сверхновая 87А была в галактике с низким содержанием металлов, и поэтому взрыв сверхновой, коллапсирующая сверхновая, должен происходить не в красном сверхгиганте, а в голубом сверхгиганте радиусом 30-50 радиуса Солнца и массой порядка 20-ти масс Солнца, что вот на самом деле оказалось. ЛГВ-объекты, Luminous Blue Variables на 6-метровом телескопе детально изучаются, вот, ну, и очень красивая работа была сделана по содержанию железа в нашей, как сказать, ограничения на содержание железа в нашей галактике из анализа рентгеновского фона, это по вспышкам сверхновых, во время вспышек сверхновых у нас реализуется реакция, соответствующая сейчас у нас никель, кобальт, железо, и в процессе вот этой реакции выделяется гамма-кванты, и вот гамма-поток можно сравнить, а, так сказать, как раз вот за счет этой связи можно по гамма-излучению оценивать содержание железа по гамма-излучению, и вот была получена оценка, что содержание железа по рентгеновскому фону в среднем по Вселенной меньше 0,15 масс Солнца, 0,15 концентрации, концентрации, 0,15 солнечных концентраций, ну, далее, значит, конечно, вот последняя наше заседание, вот очень интересная работа около звездной диски и экзопланеты, вот, ну, много теоретических работ было, хороших, прекрасных, вот, распад облаков протяженно в протопланетном диске, вот был первый доклад, очень хороший, и потом была вот, сейчас вот последняя как раз часть, она была телеком посвящена теоретическим работам, разные аспекты дисков протопланетных рассматривались, эволюция дисков, вот, испарение атмосферы под влиянием звездного ветра у экзопланеты и так далее, все это очень интересно и очень актуально, потому что Джеймс Ветт телескоп уже, так сказать, давно настроился, работает, у него есть спектрограсс с высоким разрешением, который будет смотреть уже эти биомаркеры у, так сказать, экзопланет, которые находятся в зоне обитания, и такие работы, конечно, интересные и очень важно, что в России такая программа была инициирована, сейчас вот Академик Зеленый ее руководит, и, конечно, проект Explanation вот в САО, о котором докладывал Геннадий Геннадьевич Валявин, это очень такой перспективный, интересный проект, вот, ну и, так сказать, будем надеяться, что эта программа будет очень успешна, мне приятно, что ГАИШ тоже в этой программе участвует, ну и вот здесь как раз все новые технологии, которые САО умеет уже разрабатывать, они, так сказать, мирового класса, они вот применены вот в этой программе, вот, я думаю, что это будет полезно для других обсерваторий, использовать эти технологии, надеюсь, они будут обмениваться опытом, вот, ну и, так сказать, конечно, много вот было интересная оценка биомаркера НО для спектра УЭФ, вот оказывается 120 часов надо наблюдать с разрешением 1000 спектрограмм и, так сказать, вот, можно надеяться на уровень 3.7 найти, так сказать, вот этот биомаркер и так далее, вот, ну здесь вот, собственно, больше, я думаю, можно не говорить ничего, потому что все только что все это слушали, поэтому, что я буду повторять, вот, те результаты, я напоминаю, потому что они были давно с вами, а здесь мы с вами вот свидетели этих докладов, только что, и так далее, так что, в итоге, вот, что я скажу, что мы хорошо поработали, 5 дней, вот, и многие, я заметь, я обращаю внимание, многие все 5, я сам 5 дней ходил, потому что мне, я должен подводить итоги, поэтому я честно, как и Паснов, как и Паснов, директор, который организатор, он тоже 5 дней ходил, он сейчас ушел, потому что в 3 часа большой совет МГУ последний, а я сейчас побегу на этот совет, вот после того, как кончу, я сразу поеду на этот совет, вот, так что Паснов тоже сидел все 5 дней, вот, а так, я обратил внимание, что многие люди, тоже, практически все заседания, так сказать, нашего семинара, нашей конференции посещали, и молодежь очень активно посещала, так что это очень приятно, ну, что я могу сказать, ну, конечно, я призываю кого-нибудь из участников конференции, иногородних особенно, поблагодарить оргкомитет конференции, который проделал огромную работу, я сам член оргкомитета, мне неудобно, но мне кажется, конференция прошла на хорошем уровне, поэтому я призываю кого-нибудь выступить с такой благодарностью, надеюсь, найдется такое, энтузиаст, сейчас я закончу, сейчас я закончу, вот, ну, и, я думаю, что это как бы, наша конференция, это репетиция перед ВАКом, ВАК 2024 будет во второй половине августа на следующий год, так что мы все там, я надеюсь, никакой ковида, никакого не будет опять, и так далее, вот, и поэтому мы сможем так же нежно встречаться, пообщаться, как мы встретились вот сейчас, так что я всем желаю, успехов, без проблем добраться по домам, те, кто приезжают, особенно благодарю, конечно, вот коллег из других государств, из Азербайджана, из Армении, Узбекистана, для нас это очень дорого, что наши коллеги из стран СНГ, так сказать, нас не забывают, так что спасибо всем, и докладчикам, и участникам, и желаю вам, конечно, крепкого здоровья, и дальнейших успехов. Большое спасибо, вам, за выражение, для встречи, это объединение института, пожалуйста, вы можете его начать выписать, а потом мы с вами организационные вопросы. Я был в институте, так как они хотели подбегать Минкл-комитет, подбегать эти темы. Очень комфортно, да, субъект кончилось, потому что я как-то хотел добавить слов про научного комитета, а субъект, я только в конференции, который встает, иммунно-прочковый, не правда, не с этого слова, и новые вещества, и молодые вещества, многое вещества, новые вещества, это действительно статус такой хорошая, и это института продолжает традиции для института, которые были в принципе, я знаю, которые не стали себя обещать, для молодления, и хорошо, что это будет в этом году, в этом году, спасибо всем научному комитету за аккаундацию научной учебности этой института. А он комитет в локарном в большой качестве публика в этом году, в этом году, в этом году, было успешно, неприятно, и Николай Николаевич, не слышно ничего. В понедельник. Так, да, правильно, спасибо. Был выходной, никаких проблем, оргкомитет поработал, мы спокойно заселились и жили очень уютно, ходили с пяти минуток, но кто здесь жил в МГУ, кто не знает подводной части, айсберг, как это все организовывалось, большое спасибо оргкомитету за предварительную работу по оформлению всего, что было сделано, и вот еще хотел сказать, что было очень уютно, была очень дружеская атмосфера, очень дружелюбная, которая тоже способствовала проведению этой конференции тоже в духе наших хороших традиций. Большое спасибо локальному оргкомитету. Я думаю, от всех включаешь на то. большое спасибо Адмитрию Валерьевичу, спасибо, что он заметил мою ошибку. Так, пожалуйста. Три момента наконец. Значит, вы знаете, что запись всех докладов велась, и стендовых, и устных, и после того, как Егор Олегович, извините, я уже заговариваюсь, соберет все это и выложит на YouTube-канал Гаиша, мы вам дадим знать, за исключением очень небольшого количества докладов, авторы которых не разрешили трансляцию, все это вы сможете увидеть и еще раз услышать. Второй вопрос презентации. Значит, поступило предложение выложить презентации где-то в одном месте, чтобы можно было скачать файлы. Снова, значит, сегодня мы разослали письмо, есть ли кто-то против того, чтобы их презентацию кто-то смог скачивать, значит, сообщите на адрес конференции и тоже это будет выложено и мы вам сообщим, дадим ссылку так, чтобы вы могли этим воспользоваться. Да, да, только те, кто против, потому что таких гораздо меньше и почта наша будет легче от этого. Так, и публикации. Значит, в предварительных информационных сообщениях мы говорили о возможности публикации ваших докладов. мы ни в коем случае не настаиваем, то есть это совершенно необязательно, но если вы имеете оригинальные результаты, которые ранее не публиковались и вы не планируете, вернее, возможно, в будущем будете расширять работу и публиковать какую-то такую большую статью, а сейчас как предварительные результаты, пожалуйста, значит, в труды и на сан все правила, стилевые файлы, все это имеется, то есть, пожалуйста, можете присылать до 1 августа для прохождения рецензирования. Рецензирование мы завершим к 1 сентября и затем все поданные доклады и одобренные оргкомитетом будут в одном сборнике помещены, именно как вот труды нашей конференции. Спасибо за то, что приехали. И дополнение к вопросу о публикации, если вы уже готовы опубликовать такую немаленькую работу на английском языке, то мы от имени журнала Astronomy and the physical transactions это журнал Scopus приглашаем. Значит, конференция рассматривается нами как одна рецензия, но будет еще дополнительное у нас рецензирование. Так что желающие могут подавать статьи и поскольку хочется все-таки как-то эту работу провести активно, призываем примерно в те же сроки, что конференции по межзвездной среде, то есть до середины сентября. Пришла? Да. До середины сентября? Да. 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 Ну, вот мы тоже повторяем то же самое, что сказала Людмила Ивановна, ни в коей мере не настаивая, но предлагая такой вариант. И я хочу как председатель последнего заседания еще раз поблагодарить всех присутствующих, поблагодарить ГАИШ, поблагодарить Егора за блистательную организацию. Надо сказать, что это непросто. Он в конце довел до автоматизма. Вначале он иногда мог немножко задумываться, в конце он уже не задумывался и делал блестяще и быстро. Множество было приятных сообщений. Большое всем спасибо и очень рад, что мы все как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Всем до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.